Я, с вашего позволения, начну. Извините за небольшие технические накладки, которые неизбежны. Большинство из нас тут есть демонстрация, еще не успели повесить экран. Сегодня у нас будет кинопоказ. Мы в этом замечательном месте, которое, я надеюсь, откроет двери для всех прогрессивных культурных, политических, социальных и прочих инициатив. Чай не скоро закроется. Да, если оно не скоро закроется. У этого пространства пока еще нет названия. Может быть, на перерыве мы, допустим, бумажку, напишем какие-то варианты, которые уже есть. Мы хотели назвать стены, хотели назвать дебри, хотели назвать его еще различными именами. Пока не пришли к консенсусу, так что это будет еще все уточняться. Надеюсь, может быть, это произойдет какое-то народное название, которое мы пока еще не знаем. Тем не менее, еще раз хочу вам поприветствовать. Дай к тому подчеркнуть, что это пространство не будет, когда здесь висит в лагерь РСД и эволюционная работа партии наших товарищей по оружию. Но это не будет партийный штаб. Это будет социальный центр, который будет открыт, как я уже сказал, для всех, и для профсоюзов, и для культурных инициатив, и для финистских, и для всех, кто только пожелает. Я думаю, в таком месте в Питере есть необходимость. Это не в плане критики других таких пространств. Можно назвать открытое пространство, которое здесь располагается неподалеку. Можно назвать декорозы, которые тоже располагаются здесь поблизости, но в скорости ниже. Можно назвать гидроинтимное место, которое не раз помогло нам реализовать какие-то лекции, дискуссии, мероприятия. Но тем не менее, мы видим, что общественная жизнь в Питере, я бы не сказал, чтобы она как-то ужасно бурлит, но тем не менее, таких площадок не хватает. Ну, а надолго ли мы здесь, это будет зависеть, в частности, и от того, насколько вы нас поддержите. Ремонт здесь, и само это помещение мы снимаем за счет наших хромных, за счет членских взносов. Никто нас не финансирует, пока они спонсируют. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на пожертвования. Возможно, в ходе наших лекций я пущу ящик для пожертвования, и здесь присутствующие могут пожертвовать, кто сколько сможет. На этом я, наверное, закончу. Всех поздравляю с 1 мая. Днем международного свидания с трудящимися. Сегодня нас ждут несколько, ну вот Аня Нижник просила, Аня Иванова просила, как называть это, лекциями, да, потому что лекция обычно как-то очень пафосна, да, несколько выступлений, да, и сейчас нас ждет выступление Матвеева, который подготовил наклад на тему неожиданных, неожиданные примеры солидарности. Дима Ковалев, да, и Дима Ковалев, да, информационная рабочая партия, наши товарищи, наши партнеры. Я передаю слово Диме, потом Илье Матвееву. Всем здравствуйте, да, мы уже, наверное, все уже виделись на демонстрации, просим прощения еще раз за вот заминку, связанную с экраном. Вот, мы, в общем-то, я как представитель революционной рабочей партии тоже очень рад, что мы открываем такое замечательное место, которое актуально, и его будущее, в общем-то, мы делать будем, наверное, все вместе, как мы его видим. То есть, как это было уже сказано тут. Я вижу, прежде всего, здесь некоторый центр солидарности, центр просвещения, образования, каких-то всевозможных инициатив. Всех приглашаем наполнять, так сказать, это пространство своими мероприятиями, да, содержанием. Нужно это пространство наполнить содержанием, пока оно белые стены, оно пустое, вот, и мы должны его наполнить 7 месяцев содержанием, поэтому, я думаю, мы будем открыты ко всем, ко всем инициативам, вот, которые, так сказать, являются связаны с темой солидарности левого движения и так далее. И, в общем-то, всех приглашаем сюда посещать нас почаще. Посмотрим, какое содержание будет у нас сегодня. Вот, спасибо. Окей. Ну, хорошо, тогда, значит, сейчас. Я приглашаю МЮ, вот, и передаваю в обществе головы. Можешь взять. Все, пошел. Давай, сейчас я... Может, просто примотать скотчем? Так, друзья, давайте, чтобы это сам не мешать закладчику. Ну, 1 мая принято напоминать 100-тысячный раз в истории этого праздника, о чикасских анархистах, о том, почему вообще в мире 1 мая отличается как День труда и День солидарности. Я решил найти какие-то менее очевидные примеры солидарности, вопреки всем историческим, всем социальным обстоятельствам, набатерские для своего времени, которые при этом заложили некую традицию, которая затем была продолжена. Поразительная вещь солидарности в том, что она создает что-то новое, да? Не было отношений солидарности между общественными группами, потом они появились. И потом, через 50 лет, люди считают, что так и надо, да? А 50 лет назад это казалось чем-то совершенно фантастическим. И одна из таких историй фантастической солидарности имела место в Америке в первой половине 19 века. Такой действительно неочевидный пример. В 19 веке в Америке было два важных движения. Первое движение было абалиционистское, движение за отмену рабства. А второе движение – движение за трава женщин. Но эти движения, на самом деле, действовали параллельно друг к другу. И связей между ними было немного. Потому что женщины, которые боролись за женские права, многие из них при этом уставали, собственно, расистками. Не хотели, чтобы черные женщины участвовали в борьбе белых женщин. И совершенно не поощряли их участие в организациях за избирательные права и за разные другие права. А с другой стороны, абалиционисты были сексистами. И не хотели, чтобы женщины участвовали, собственно, в их организациях. Считалось, что у мужчины белые отлично попорются за права чернокожих и за тип их женщин. Глобальной проблемой было то, что в первой половине 19 века, в принципе, в европейской, в американской культуре, женщина, которая, например, выступала со сцены, оказалась чем-то совершенно из ряда вон. И на самом деле, само это было вызовом. Потому что считалось, что вместо женщины дома, а вот публичное пространство должно быть, знаете, мужчинами. Но, тем не менее, вопреки всем этим многочисленным обстоятельствам, были женщины, которые налаживали связи между абалиционистским движением и первой волной феминизма, собственно. Одна из таких семей, скорее, которой этим и занималась, это семья Ангелины и Санны Гринке. Таких малоизвестных, на самом деле, деятельниц, даже в Америке малоизвестных, которые, тем не менее, предложили очень интересный пример. Эти женщины выросли в ультраконсервативной, ультрароссийской семье из Южной Каролины. Их отец, судья, у него была плантация, на них были рабы. Рабов все время стекли, они на это смотрели. И, в общем, в силу какого-то, видимо, морального чувства, которое присутствует к каждому человеку, чудовищно ужасались этому. И однажды после того, как Ангелина Гринке увидела, как в очередной раз стекли раба, она решила просто сбежать из дома, сесть на какой-нибудь корабль и уплыть в страду, в которой нет рабства. В общем, все это сформировало взгляды сестер, такие антирасистские, аволюционистские. И они решили заняться общественной деятельностью, выступать против рабства, выступать против эксплуатации чернокожих. Но обнаружили, что делать это им непросто, потому что мужчины, которые, казалось бы, должны были быть союзниками, они все время, в общем, с подозрением смотрели на женщин, которые выходят и вместе с мужчинами начинают выступать, читать лекции. Тогда одно из, наверное, ключевых ходов протеста – это лекции, которые собирали много народу, и петиции, которые подавались в Конгресс. Считалось, что женщины ни то, ни другое делать не должны. Все это задачи мужчин. В результате, начав с аволюционистской борьбы, эти сестры Гринка постепенно стали феминистами, были как бы вытеснены феминизмом. И агитировали за то, в чем состоял конкретный вклад. Он состоял в том, чтобы в аволюционистских организациях участвовали женщины, и участвовали чернокожие женщины тоже. Что тогда было ультралюдикальным предложением, которое вообще практически ни у кого не встретило поддержки. Но, с другой стороны, они сумели, на самом деле, в Филадельфии, где они действовали, они сумели добиться того, чтобы чернокожие женщины участвовали в работе аволюционистских групп женских. И кульминацией всего этого была встреча в филадельфийском таунхолл, в котором выступала Ангелина Гринке перед большой группой, состоящей из черных и из белых женщин. Ангелина Гринке выступала, пытаясь комментировать свою позицию, что права женщин и права черных должны защищаться одновременно. И женщины гораздо эффективнее защищали бы права черных, если бы их собственные права соблюдались. В это время агрессивная толпа белых мужчин кричала на улице, швыряла камни в этот таунхолл. В итоге, после того, как Ангелина Гринке выступила, она ушла вместе с другими женщинами, сцепившись за руки из этого помещения, а ночью его просто сожгли и постарались просто вытеснить из памяти, что это, в принципе, было. Женщины, чернокожие женщины борются за свои права. Надо сказать, что этот пример солидарности, абсолютно не характерный для того времени, довольно быстро ушел в прошлое, потому что пути эволюционизма и супражисток американских разделились. Многие белые супражистки начали говорить, что нужно дать голос белым женщинам для того, чтобы они балансировали голоса чернокожих, не реализовали их влияние. В общем, было много уродливых страниц в этой истории, но, тем не менее, постепенно борьба за гражданские права и борьба за феминизм снова соединились. И, наверное, следующий этап, когда это произошло, был в 60-х годах уже 20-го века, то есть через 100 лет, больше, чем через 100 лет после истории Ангелины и Сары Гринкер. А потом эту историю обнаружили американские историки, и ее стали преподавать в школах, но, в принципе, сам этот эпизод был практически забытым. На мой взгляд, это действительно интересный эпизод неожиданной солидарности. Другой эпизод, о котором я хотел бы рассказать, произошел в Англии в 80-х годах уже 20-го века. Наверное, кто-то из вас смотрел фильм «Прайд», который об этом эпизоде повествует. Для тех, кто не смотрел, ну и для тех, кто хочет знать какие-то еще подробности, расскажу об этом эпизоде. Тоже совершенно фантастические сценарии. ЛГБТ-сообщество английское зачем-то поддерживает бастующих шахтеров. Проблема заключалась в том, что шахтеры многие были, собственно, гомофобами, да, и, в общем, не горели желанием видеть ЛГБТ в качестве своей поддержки. А с другой стороны, ЛГБТ отлично знали о гомофобах и шахтерах, и тоже не понимали, зачем это нужно вообще поддерживать как бы бастующих шахтеров. Но нашлись такие люди, да, как бы ЛГБТ-активисты стилистических, коммунистических взглядов, которые начали собирать деньги в поддержку двух маленьких шахтерских городков в Уэсе. Несмотря на то, что все над ним смеялись и считали просто сумасшедшими, да, но постепенно они сумели убедить и ЛГБТ-сообщество, и шахтеров, да, в том, что на самом деле есть общий враг, как бы Маргарит Тэтчер, вот, есть общий враг в виде консервативного, вот, такого правопопулистского правительства, и есть почва для солидарности. И это действительно удалось, да. Удалось бы, благодаря тому, что ЛГБТ ездили к шахтерам в городки, и шахтеры тоже ездили в Лондон, и, там, в ночных клубах, как бы, с ними, вот, тусили. Это, кстати, реальный факт, который фильмы даже никак не приукрашен был. Вот. Кульминацией всей этой компании был концерт под названием «Pits and Perverts», то есть, шахты-извращенцы, назван он так был после того, как в таблоиде «Сан» вышла, как бы, такой, с головок, да, что, там, шахтеры все уже все глупыми стали, то есть, типа того, что, ну, совсем уже, да, понятно, что Тэтчер правильно все делает. Вот. А они говорят, да, «Pits and Perverts», а так и есть, вот. Оганизуем концерт с самыми модными группами, собрали на нем кучу денег, отвезли их все в Уэльский городок, в котором выставали эти шахтеры, вот. Чем все закончилось, да, закончилось тем, что шахтеры свою борьбу проиграли, это известно. Тэтчер оказался сильнее, социальный контракт в английском обществе был условлен в тот момент, сила профсоюзов была условлена, наступил неолегрализм, в котором мы живем до сих пор, вот. Но, с другой стороны, шахтеры и большие секции рабочих, в целом, да, и рабочих организаций, стали поддерживать ЛГБФР после этого. Опять же, реальный факт, который был трогательно очень изображен в фильме, «Прайд» в Лондоне в 85-м году, на который вдруг приезжают автобусы с шахтерскими профсоюзами, шахтеры возглавляют этот «Прайд», как союзники, как бы, «элайз». С тех пор, благодаря усилиям шахтерского профсоюза, в целом, профсоюзная конфедерация британская приняла резолюцию в поддержку ЛГБТ, шахтеры потом боролись за отмену разных дискриминационных законов, типа английского варианта нашего, как бы, закона о гиппопаганде, который тогда был принят в 88-м году и только в 2003-м году окончательно отменен. Вот. Возникла солидарность, которой раньше не было. И то, что, собственно, пример, да, неожиданная такая история. Третья вещь, о которой я хотел сказать. Тут действие происходило во Франции. Солидарность возникла между инфитуалами, да, учеными и заключенными. Вот. Тоже, возможно, многим из вас известная история. Мишель Фуко, такой социальный теоретик, автор, не знаю, старых книг, вот, самый цитируемый в мире, в общем, социальный ученый, в какой-то момент, да, всерьез подумал о том, чтобы вообще бросить науку и стать активистом, таким, full-time активистом. Вот. А произошло это потому, что в конце 60-х годов французское правительство явило нелегальной леворг-группу под названием «Пролетарская лева», вот, такую маоинскую организацию, которая стояла за городскую герилью, прямое действие и общие, как бы, криминальные такие методы борьбы, выходящие за рамки закона. После того, как организация была объявлена нелегальной, сразу несколько сотен ее членов садились за решетку, поэтому во Франции появился большой слой политзаключенных. Вот. И многие интеллектуалы стали им сочувствовать, всячески за них бороться, пытаться сделать так, чтобы их выпустили из тюрьмы, но ФУПО, который основал группу информации по Тюрову новшествам, было то, что интеллектуалы, которые объединялись в эту группу, во-первых, поддерживали не только членов «Пролетарской левой», не только политзэков, но и, в принципе, всех заключенных. А во-вторых, и самое главное, задачей этой группы была не в том, чтобы как-то там с применением какой-нибудь такой возвышенной убедительной риторики всем рассказать, как плохо живется заключенным, а задачей была в том, чтобы узнать, в каком, собственно, живется. С этой целью группа запускала в тюрьму анкету, собирала данные о том, в каких условиях заключенные находятся, а потом ответы заключенных популяризовала в виде таких брошютов. И тем самым отношение между интеллектуалом и неинтеллектуалом было изменено на обратное. Не условно говоря, там, простой человек должен слушать интеллектуала, а наоборот, интеллектуал должен слушать простого человека. В итоге группа эта просуществовала чуть больше года, и довольно закономерно самораспустилась, отдав, собственно, вразды правления организации самих заключенных, которые с тех пор стали защищать свои права сами и издавать сами журналы о том, что происходит в судьбе. Тоже такой неожиданный пример. Неожиданный может быть не столько тем, что там интеллектуалы поддерживают заключенных, а тем, что интеллектуалы не... Как же Анполь Сахтер, да, сами объясняют, почему? Что, как живется заключенным, да, почему там, как он говорил, как Сахтер говорил, любой преступник совершает, там, не знаю, вставляет кинжал в спину капитализму, просто потому что он совершает преступление против ужасной власти. Вот вместо всей этой, в общем, бессмысленной риторики, интеллектуалы решили послушать, что сами заключенные говорят. И эта солидарность тоже оказалась очень влиятельной и изменила, собственно, французское общество. Вот. Какие выводы можно сделать из этих трех историй? А, во-первых, солидарность – это диалог, да, нельзя прочитать в книжке, с кем именно надо быть солидарным, и объявить, что вот я с этими людьми солидарен. Нужно выходить на контакт с новыми общественными группами, выяснять, выяснять их проблемы, да, и вести с ними диалог, вот, а не предлагать им какие-то готовые решения. Во-вторых, очевидная тоже мысль, ну, вместе сильнее, да, борьба одних групп может усилить борьбу других групп. Коммунитивный эффект может оказаться впечатляющим, да, и совершенно неожиданным для власти мужчин. Третий вывод заключается в том, что роль интеллектуалов в ситуации солидарности, да, с разными группами гнетенных, может быть, эта роль заключается не в том, чтобы донести до них свет истины, да, но и в том, чтобы узнать, что хотят сказать, собственно, гнетенные, да, и выслушать их просто, вот. То есть солидарность – это не односторонняя такая вещь. А когда все эти условия выполняются, тогда отношения солидарности могут пройдить что-то совершенно новое и превратиться в традицию, которая будет мощным союзником, да, прогрессивных сил, которые борются за лучшее будущее через 10 лет, 20 лет, 30 лет после того, как произошли эти акты солидарности. Вот все, что я хотел сказать в поротном сообщении своем. Друзья, прежде чем вы сможете задать вопросы вверх, у меня есть, как бы, небольшие перемарки, да. Во-первых, я сейчас приглашу сюда представителя Российского социал-демократического союза молодежи, который хочет поприветствовать также, как бы, у нас есть присутствующие. Да, я надеюсь, что мы также будем разделять с ними, как бы, да, вот эти стены, да. А во-вторых, у меня большая просьба, я вот принес такую красивую коробочку, которая похожа на книгу, на самом деле. Я хотел на ней написать слово «капитал», да, вот, но тем не менее, да. Я прошу тех, кто хочет и может, да, пожертвовать сколько-нибудь денег, да, потому что, ну, на самом деле, чтобы отремонтировать это все своими руками, как бы, потребовалось очень много сил и, как бы, средств, да. Я пущу ее по рядам, да, и вот, как бы, Артем Алексеевенко, покажись. Почему вы это не понимаете? Честное слово, не нужно сейчас поставить кишу в аудитории. Ну, да, вот. Поставьте там на выходной филе. Просто передавайте по рядам, кто-нибудь там будет совать, пока, вот, я приглашаю, как бы, кто там ел, кто, да, Юра. Да, давай, я тебе вопрос еще, наверное, взял вопрос. Да, потом мы электронный тоже укажем, да, но вот это, как бы, механические, физические, физические. Добрый день. Ну, опять, уже не в молодежи, как бы. Союзный политик и социалистов сейчас вызывает у нас организация. Он объединяет ряд социально-земиологической организаций Москва и Питера. Во-первых, хочу поздравить всех с нашим праздником. Днем сглаждаются сотрудящие, это с 1 мая. В этом году нам, в отличие от предыдущего, удалось очень хорошо, дружно и весело пройтись по местному. Единственное, что-то мы были зажаты между РСД и анархами, со всех сторон очень громко все было, но было весело. По-вторых, хочу поздравить вас с открытием этого пространства, замечательного. К сожалению, поскольку, наверное, не очень хватило места, мы сейчас пойдем на свежий воздух. Но я надеюсь, что мы здесь будем встречаться, мы получше друг друга узнаем, и будем дальше совместно подбежать социальную эволюцию в массы и в жизни. С праздником! А теперь все желающие вам задать вопросы. Первую историю рассказывает, как вы развалили Ангелину Гринке. Каковы противоречия сейчас? Какой можно сделать проект на объединение сейчас? Под этим противоположным следам. Это невозможно же об этом не думать, мы же все об этом думаем. Мигранты. Первый очевидный пример. Но до сих пор, несмотря на то, что левая группа долгое время пытается устанавливать связи с рабочими, это же вошло в традицию, собственно, и многие из нас работали, или сейчас работают в союзах, вот, эта связь в какой-то степени налажена, вот. А, на мой взгляд, связь с мигрантами до сих пор не налажена, и тут потенциал в солидарности совершенно не исчерпан. Я бы подумал в эту сторону. Но на самом деле, это такая вещь, которая трудно что-то предсказать. Мне кажется, это вопрос момента. Вот если мы видим, что сейчас, как бы, да, какая-то группа выступает со своими требованиями, нужно ее поддержать и понять, как ее требования соотносятся с теми требованиями, которые мы предъявляем уже довольно давно. Но в целом нет путь готова, рецепт. Странно, если я могу сейчас на все эти вопросы ответить. Это же и есть самосодержание левой практики вообще. И находить новые точки солидарности. Очень возможно, что тут есть уже разные арт-проекты, которые тестировали полис, а, соответственно, они так много характеризуются. Да. Есть тем более вот арт-проекты, которые жительные, которые с мигрантами как раз работали. Я считаю, что это и есть зародышство того, о чем я говорил. Еще такой вопрос. Если мы говорим о сегодняшнем дне, идет большой, или уже шел, я уже потерял нить, протест, связанный с дальнобойщиками. В прошлом году мы знали хороший пример солидарности, когда группа, в том числе, левых активистов создала вот эту систему антиплатон. Вопрос в том, а где, вот такой, может быть, даже риторический, или весьма конкретный, а где же, как же нам сейчас найти эту самую солидарность? Мы, как бы, с людьми общаемся, мы видим, действительно, их проблемы, мы готовы как-то поддерживать, но вот эту блокаду прорывать тяжело. Где вот, как можно к этой проблеме подойти? Ну, такой вот вопрос. У меня, блин, в Фейсбук есть люди, которые просто ездили в эти лагеря дальнобойщиков, где они стояли, да, и там просто общались с людьми, их поддерживали. Вот, короче. То есть это тоже просто солидарность? Да, 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 да. Ну и потом я помню, как я сам, когда начался этот протест, потратил целый день, чтобы разобраться в том, какие бы на налоги платить дальнобойщики, почему это Платон такое возмущение вызвал, да, что там и транспортный налог, акцизм и бензин, и что теперь еще и Платон, да, что тройное, как бессмысленное налогообложение, вот. Мне кажется, тоже был такой первый шаг солидарности, вот. Что как Open Lab, которые, прямо скажем, не дальнобойщиками обычно занимаются, да, там, искусственной философией, написал про дальнобойщиков текст. В принципе, вот. Дальнобойщики узнали о текстах, которые написаны? Может быть, узнали, потому что эти видео с Фейсбука могли бы сказать. То есть надо было поехать, не было сказать. Ну, что надо было поехать, да. Ну, к ним тот же самый Кирилл Любедев, в Москве, когда он стоит, да? Да, и концерт, да. Мы ездили просто возить солярку, как бы, это тоже форум солидарности. Да. То есть надо, нужно брошюра успешных практик солидарности. То есть, не надо сказать, что... Нужна, да. Да. Как вы видите возможности организации контакта с мигрантами и какие направления работы с мигрантами вы можете себе представить? Потому что есть опыт работы с мигрантами очень неуспешный, печальный опыт, в котором я в работе с мигрантами я с вами принимал участие. Могу рассказать, но лучше вот... Лучше вот вы расскажите, как вы видите, какие возможности вы видите установление контакта с мигрантами? Ну, мне кажется, что я столько же, сколько и вы про это знаю, ну, как профсоюз, профсоюзов были мигранты, да? В плане общения, внутри обычных профсоюзов, как, с мигрантами. Я не знаю, может быть, Дима ответил? Да, я... Дело в том, что в Москве сейчас как раз еще успешно... Да, сейчас в Москве, об этом даже была статья в русском репортере, весьма так одинная, о том, как в Москве вообще происходит солидарность с мигрантами. Прежде всего, мы должны понимать специфику мигрантов. Это труд, который вактовый, и после вакты он обычно неоплачиваемый, и задолженности мигрантам порой достигают сотни тысяч рублей. Вот. И, собственно, есть опыт МПРА в Москве, в том числе и революционных активистов революционной рабочей партии, который связан с такой отраслью, как строительство, и конкретно метрострой. Там было несколько предприятий, и до сих пор есть там Ингиакон, Горизонт, там СМУ еще какие-то. Ситуация везде одна. Есть подрядчик, субподрядчик, подподрядчик, и вот это вот. И на самой последней лестнице как бы деньги вот эти зарплаты перечисляют, а в самом последней человек уходит и пропадает из страны. И, в общем-то, эта ситуация, она связана с тем, что это некий вот этот вот, можно сказать, заговор, да, тех, кто вот этим всем этим занимается, этими откатами и распилами. И, в общем-то, то, что нужно делать с мигрантами, это нужно к ним выходить, это нужно их организовать, это их нужно вводить в администрации, во все инстанции. Мигранты — это большая сила, которые могут действительно показать большую толпу. И более того, мигранты еще, они внутри себя солидаризированы. И таким образом, успешная работа в одном предприятии, и так как они постоянно кочуют по всем предприятиям, создают такую сеть распространения, да, и люди уже приблизительно знают, что делать. Это мы видим в Москве, то, что вот эта сеть протестов против невыплат за прав мигрантов, которая для всех привычна. То есть ты как бы идешь на работу 50 тысяч в месяц, тебе платят 10 тысяч в месяц, все остальное тебе накапливается в долг, и ты об этом забываешь. Это вот как работают мигранты. Сейчас мигранты выступают, конкретно, против этого, и их нужно объединять, им нужно показывать и с ними нужно солидаризироваться. То есть, собственно, опыт успешный есть. Тем более, что, по моим ощущениям, не все чаще протесты происходят, тоже им я помню. Да, 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 это вот это же тоже микроскортическое предприятие. С каждым годом все больше. Да, и при этом я тоже дополню, если, пожалуйста, позвольте, да, насколько я понимаю, да, там эта солидарность, она носит такой вот на карте сарафанного радио, да, то есть, два года назад, да, в одном из предприятий, вот это, на метрострое, забастовали строители, большинство из них мигранты, не все мигранты, там есть и москвичи, там есть и люди, внутренние мигранты, да, из других регионов России, да, но большинство это мигранты из Средней Азии, да, они устроили забастовку. В этом факте ничего удивительного нет, потому что забастовки на стройках, они постоянно, о них обычно не пишут СМИ, да, поэтому мы о них не знаем, но они происходят постоянно. Отличие той забастовки было в том, что каким-то образом люди вышли на профсоюзных активистов, которые придали этой ситуации публичность, выступили в роли консультантов, организаторов, и эта забастовка победила. После этого эти строители разошлись по другим стройкам, да, и всюду передавали этот опыт, поскольку ситуация, она везде идентична, то последовала вот эти два года целая серия забастовок на московских стройках, да, которые были уже, как бы, не какие-то вот такие стихийные, да, а уже развивались, да, при поддержке профсоюзов и левых активистов, да, и сейчас эта волна продолжается, да, то есть вот, как бы, на мой взгляд, да, когда левые говорят о солидарности с мигрантами, да, и выдвигают лозунги, типа нелегальных людей не бывает, и так далее, это все лирика, да, нужно смотреть реальные проблемы, с которыми люди сталкиваются в информальном секторе, да, это неформальные трудовые отношения обычно, это не выплаты зарплат, прежде всего, да, и необходимо к ним идти, даже, может быть, не как к представителям иной, там, не знаю, национальности, да, не как к мигрантам, как к строителям, да, на, вот, и прессать от этого. Ну, еще, если можно, да, короткая такая ремарка в тему. Сейчас 4-го, по-моему, июня состоится, опять же, в Москве, да, это не питерский опыт, большой фестиваль, который будет называться «Памир Москва», где, собственно, на уровне диаспоры произошло вот такое вот очень серьезное и интересное сочетание элементов, при которых стало возможным, и мы действительно ожидаем в районе 5000 человек на этом фестивале просто из «Памирской диаспоры», для того, чтобы начать говорить вместе, начать говорить, как бы, на одних и тех же площадках. Для этого триггером является, в принципе, культурное событие, да, и, но дорогой к этому фестивалю было 3 или 4 года взаимодействия на микроуровне с конкретным человеком, Абдулм Амадом, который работал в театре практики и одновременно работает как трудовой мигрант во всех возможных структурах, настройках и ремонтных бригадах, как бы, через личные отношения выстраивали какие-то большие возможности для этой солидарности, в том числе для практической. Конечно, то, что ты, Илья, говоришь, как бы, была опубликована на Open Left статья большая и серьезная, посвященная Платону и посвященная протесту дальнобойщиков. Конечно, эта информация дошла именно потому, что эти микросоотношения и микроотношения начинают осуществляться. Это как бы как хождение в народ, это такое подвижничество в каком-то смысле, и других путей, других возможностей более успешных и более массовых взаимоотношений пока нет, потому что, конечно, эта среда, правильно замечена, она постоянно сменяется, это не те же самые люди, люди не приезжают сюда для того, чтобы как бы заявлять, мы приехали, чтобы остаться, они вынуждены как бы приезжать на временные отношения, постоянно наниматься на временные, очень недолгосрочные работы, чаще всего без контрактов. Поэтому, как бы, это миграция еще и внутри миграции, это постоянное как бы броновское движение и очень сложно установить эти отношения долгосрочные, очень сложно задать им какое бы то ни было массовую перспективу, но именно через, когда у нас есть организация, когда у нас есть пространство, когда у нас есть ресурсы, в том числе культурные, в том числе интеллектуальные, в том числе хотя бы какие-то, да, такие вот, нищебродские отчасти, но как бы возможности для объединения, возможности для этих микропроектов. Через годы, через какое-то время и продолжительность этих взаимоотношений возможно будет построение вот уже более серьезных, структурных и массовых событий. И в плане забастовок, и в плане культурных фестивалей важно и то, и другое. Важно вот это вот как раз сочетание, мне кажется. Так, ну, друзья, тогда, наверное, если нет... Нет, вопрос. А у тебя вопрос? Да, последний. В этих солидарных сообществах боролись с проявлениями несолидарности. Это так. Ну, то есть, были люди, наверное, и в галлиционистах, как вот в первом примере, и с феминистов, которые не хотели солидаризироваться с другими людьми. Хорошо, кстати, вопрос. Я вот и думаю, что мы в сообществе боролись с ними с помощью такого морального террора. Да? Ты вот несолидарный, поэтому товарищи за тебя будут солидарными. Я вот считаю, что это тупиковая тактика для борьбы, как бы, за солидарность. То есть, ты никак не боролись с солидарностью? Ну, вот, ну, что значит бороться, да, с отсутствием солидарности? А как можно бороться с тем, что ее нет? То есть, можно бороться за солидарность, да? А против несолидарности бороться довольно трудно. Вот мне вот так кажется. Ну, и как не бороться за солидарность? За солидарность они бороться путем убеждения в том, что солидарность необходима. Вот. А не путем того, что несолидарность, как бы, да, это страшный моральный грех. Потому что, реально, это может противоположную вызвать реакцию, как бы, полного отсутствия вообще солидарности и желания ее проявлять. Таковы есть ощущения. Окей, окей. Значит, теперь я передам, наверное, право-комбиратору слово... Да, я не буду, наверное, выходить. Передам слово Ане Ивановой из Москвы, которая расскажет нам о чем? Да, да. Сейчас, одну секунду. Все, извините. Да, я постараюсь. Ну, такой вопрос, да, мы как раз говорим о формах солидарности, поскольку... Да, я извиняюсь, я хрип, я не побываю. Поскольку мы говорим о формах солидарности, то мне хотелось бы поговорить о формах женской солидарности, о женском движении, вопрос, о котором все время всплывает, и которое сейчас стало одной из самых горячих тем, в общем-то, в политическом процессе. И хотя всем понятно, что, видимо, с этими женщинами нужно что-то делать, потому что они же есть, как бы, да, что-то делать. Вот. Не формы вот этой вот солидарности, а формы объединения женщин, его сообщества, которые могли бы быть политизированы, они остаются открытыми. И пока мы не решим вопрос об этих формах объединения женщин, мы, наверное, так и не разберемся до конца, какой феминизм нам нужен, как мы должны бороться за женские права и так далее, и так далее. Ну, мне хотелось бы наметить просто какие-то минимальные, да, ну, диспозицию, от которой дальше можно было бы оттолкнуться и немножко подумать вместе, да, потому что, если бы у меня были готовые ответы, я бы тут не сидела, я бы там сейчас где-нибудь на улице агитировала этих женщин. Вот. Но вот эти ответы попытаться найти, потому что есть большая проблема с российским феминистским движением, и речь идет не о каких-то персоналиях конкретных, да, проблема заключается в том, что российский опыт, опыт Советского Союза и впоследствии Российской Федерации отличается от того опыта, который был пережит в течение XX века женщинами в Европе и в Америке. Потому что у нас в 1917 году женщины в Российской империи еще тогда получили право голоса, и это известная история о том, что на самом деле именно с женской демонстрацией в 1917 году, вот этого вот 23 февраля, 28 марта, началась, ну, собственно, началась февральская революция, да, и поэтому так получается, что как бы женское движение было всегда вписано в политическое освободительное движение большевиков, ну, там с разными оговорками, потому что там были тоже свои крылья у этого женского освободительного движения, там были либеральные феминистки тоже. Вот. И когда Симона де Пувар в 30-е годы приезжала в Россию, она с удивлением, да, она писала о том, что, в общем-то, на самом деле Россия это страна состоявшегося феминизма, это страна женской свободы, потому что женщины имеют возможность работать, женщины имеют возможность разводиться столько, сколько им хочется, ну, там с абортами было труднее, но тем не менее, как бы, там по решению все равно суда женщина могла сделать аборт в сталинскую эпоху. И вот она, как бы, да, автор второго пола знаменитой феминистской книги приходит и говорит, да, нам нужно ориентироваться на советский феминизм, давайте мы посмотрим на советский феминизм и будем делать так, как в Союзе. Понятно, что у де Пувар была ограниченная оптика, она не видела всего, и можно сейчас углубиться в критику реального положения женщин в советской России, но тем не менее, хотя бы на формальном уровне, вот этот женский вопрос был решен. И дальше, да, получается, что в этом смысле политическая практика женщин советских сильно отличалась от политической практики, например, женских и женщин французских, которые до 50-какого-то года для того, чтобы устроиться на работу, должны были принести справку от мужа о том, что муж разрешает ему устроиться на работу. Ну, как бы, да, получается, вот. А дальше следите за руками, потому что в 91-м году эта система декларируемого гендерного равенства, ну, пусть хотя бы на словах, да, и пусть хотя бы в рамках прописанных законов, но которые есть, она рушится, да, система советская разваливается, и мы остаёмся в такой ситуации, когда в Союзе нету феминизма как такового, потому что нету работ, которые занимались бы гендерными проблемами, потому что на официальном уровне в Советском Союзе никто не занимался проблемами гендера, проблемами феминизма, потому что они были решены, зачем им не заниматься, да. Вот. И есть очень мощная западная традиция феминизма со всеми этими, ну, первая волна у нас ещё вместе, да, мы были до революции, но со второй и третьей волной феминизма, и это целая разработанная теория. Но эта разработанная теория применима, имеет специфику, приложимую именно к западным странам, да. А в России, получается, ситуация такая, что всё-таки вот эта вот память, да, о гендерном равенстве или условном гендерном равенстве, она очень сильно мешает нам сейчас. Ну, не то, что она мешает нам сейчас, она определённым образом изменяет нашу оптику, когда мы на это смотрим. Потому что, если феминизм для женщины западного типа — это желанная свобода, за которую шла долгая борьба в течение XX века, то для российской женщины феминизм — это воспоминание о том двойном-тройном рабочем дне, на котором трудились наши мамы и бабушки. И если мы обратимся к такой женщине, менее, может быть, продвинутой в плане политической теории, и спросим ей, а что ты думаешь про феминизм? Она скажет, да, как это часто бывает. Нет, 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 не дай бог, да, потому что она прекрасно помнит историю, связанную с её мамой или с её бабушкой, которая была как раз в рамках этого гендерного освобождения сверхэксплуатируема, потому что эта бабушка в войну работала на заводе, да, или, я не знаю, даже медсестрой там на фронте, да, это сверхдеплантация. Никто не хочет такого равенства, естественно, да, когда тебе в качестве равенства предлагают отправиться на войну. Вот. И воспоминания о маме, которая, например, в 70-е, 80-е годы работала на каком-то тоже там производстве, хотела на какую-то службу, да, но при этом, поскольку внутри семьи патриархальная модель сохранилась, то эта мама, возвращаясь с этой самой своей работы, готовила мне, да, вам суп. Вот. И, конечно, да, женщины, там, моего поколения и нашего поколения, они задаются вопросом, зачем мне такой феминизм нужен, да, чтобы я ещё на работу ходила, да, а потом ещё суп готовила, да, а потом ещё суп готовила, как бы, знаете, чтоб я лучше выйду замуж, вот. И в этом смысле её, да, можно понять, потому что вот этот вот феминизм, который предлагается в рамках капиталистической модели, это в том числе и феминизм сверхэксплуатации, да. Вот. И дальше, я это всё к чему, да, и дальше проблема заключается в том, что мы берём те исследования, которые есть на Западе, мы их радостно переводим, мы боремся за то, чтобы иметь возможность читать Джудит Батлер по-русски, но, несмотря на это, российская специфика, вот это вот советское, да, прошлое и история большевичек, да, история женщин, которые были вписаны в советскую вот эту женскую борьбу, она как бы выпадает, и получается, что мы пытаемся использовать не своё наследие, да, то есть, как бы, наследие тех стран, где была несколько иная специфика, и мне кажется, что это важно, потому что, когда мы пытаемся слепо следовать тем образцам, которые мы наблюдаем в работах западных, да, на теоретическом уровне, понятно, это всё очень хорошо, мы можем их изучать, типа, в университетах, на философском факультете, в рамках гендерных исследований, да, потому что, ну, мы можем всё изучать. А когда мы пытаемся этим языком заговорить с женщиной, которая вот, как бы, с сумками пришла из магазина, вот, или которая пошла на курсы ведической женственности, на которых ей пообещали, что она сможет выйти замуж, да, а она сможет выйти замуж за олигарха, в чём, чем это хорошо, потому что за олигарха можно выйти замуж и никогда не работать, да, и, как бы, освободиться от капитализма, вот, и не иметь возможности, ну, как бы, не иметь необходимости ещё и вот на эту вот работу проклятую ходить, да, и, в принципе, её тоже можно понять, как бы, я бы тоже хотела, как бы, не работать никогда, вот, и деньги откуда-то с неба получать, вот. Вот, эта женщина, естественно, да, не понимает тот язык феминистского освобождения западного, да, о котором мы с ней пытаемся разговаривать, да, и здесь происходит такой разрыв, да, на нас смотрят с удивлением, говорят, вы что, какой феминизм, да, а мы разочарованные уходим и делаем вывод о том, что женщины просто по своей природе отказываются политизироваться. И вот здесь вопрос, который, собственно, меня волнует, как должна выглядеть политизация, какую политизацию мы должны предложить женщине, чтобы она на неё согласилась, потому что вот это вот разочарование, да, его нельзя сбрасывать со счетов. На самом деле проблема не в том, что кругом идиотки, а мы одни такие, как бы, умные феминисты. Проблема в том, что та политизация, которую мы предлагаем, это политизация в рамках той системы, которая уже есть. И, естественно, на эту систему очень многие отказываются покупаться, да. И дальше такой парадокс, например, в России женщины не интересуются политикой. Но, на минуточку, в 2012 году, значит, в прошлом году, летом, проводился опрос Фондом развития гражданского общества о том, за кого люди будут голосовать на президентских выборах 2018 года. И вот в этом опросе 90% составляют молодые, 90% представленных молодыми женщинами от 18 до 24 лет отвечают, что они будут голосовать за Владимира Путина. Ну, там можно к социологам обратиться, они, может быть, скажут, что цифры не те, да, что на самом деле это всё неправильно посчитано. Но мне кажется, что тенденция всё равно налицо, да. Женщины голосуют за Путина, женщины голосуют за Единую Россию. Если мы посмотрим экзит-полы прошлых выборов, то мы увидим, что за Единую Россию, там, по-моему, около 64, что ли, процентов голосов, которые были отданы, это женские голоса. И более того, это именно те люди, которые дошли до избирательных участков. То есть получается такая картина, что мужчины сидели дома, как раз и не участвовали в политике, да, а женщины, пенсионерки, молодые женщины, да, чиновницы, ну, это тоже объясняется, в принципе, они дошли до избирательного участка и сделали свой политический выбор. Тогда возникает вопрос, а где же это они, как бы, неполитизированные, не интересуются политикой? Посмотрите, они интересуются политикой больше, чем их мужья, да. Вот. А дальше вопрос, да, почему тогда Единая Россия, почему тогда не Навальный, не знаю, не, как бы, бойкот, не анархистские организации? Вот. И тут, конечно, уже в этом плане сложнее. Ну, понятно, почему они голосуют. У меня есть одно объяснение, например, потому что понятно, что Единая Россия партия на чиновников, а в России большая часть чиновников – это женщины, да. Ну, тем не менее, ну, вот, они же как-то ходят на выборы, да. Ну, вот. А вы, ну, в смысле, я думаю, многие, да, даже на эти выборы не пошли. Ну, и я как бы тоже, да. И вот этот, это забавно в этом смысле, вот. А дальше вопрос, как этих женщин свернуть с вот этой вот линией политизации и вывернуть на линию какой-то иной политизации, в которой для них будут представлены какие-то новые возможности. Потому что, на самом деле, та система, которая формально заявляет себя как заботящаяся о женщинах, да, там, Медведев говорит о том, что он создал специальную гендерную комиссию, которая будет заниматься женским вопросом в России, да, она по факту, по факту, конечно, ничего такого не делает. Достаточно, ну, все мы хорошо знаем историю про патриарха Кирилла, который как на работу ходит в Государственную Думу и предлагает отменить аборты уже на конец, он, по-моему, уже в четвертый раз туда ходит, ну, правда, там, каждый сезон политический, он приходит в Думу и делает обращение в Государственную Думе о том, что аборты нужно запретить. Государственная Дума говорит, да, да, сейчас запретим, мы подумаем об этом, да, внесем законопроект. Пока этот законопроект не прошел, потому что воспротивился Минздрав, потому что Минздрав как раз не понимает, что если вывести аборты из ОМС, а это, ну, сколько стоит аборт, это от 8 тысяч рублей и выше, да, ну, вот, примерно так. 8 тысяч рублей, если это студентка, например, или, ну, как бы, женщина, это больше, чем минимальный размер облада труда. Не каждый может себе это позволить, тем более где-то не в столичных городах, да, а где-то вообще черт знает где. Что делать? Естественно, будет рост подпольных абортов. А Минздрав прекрасно понимает, что рост подпольных абортов – это проблема Минздрава, потому что эти истекающие кровью женщины будут приезжать в приемный покой больницы, и дальше с ними придется что-то делать, их там или спасать, или писать в отчете, что она там умерла из тех же крови, да, поэтому Минздрав сопротивляется. Но, тем не менее, на Минздрав тоже давят и говорят, что это сильно сократит, как бы, затраты. Да, это одна часть именно политики, как бы, да, того, как женщины пытаются вовлекать в эту политику. И проблема в том, что вот по поводу тех же самых абортов женщины молчат, да, по поводу той же самой отмены абортов женщины, ну, выходят там какие-то феминистки, да, как обычно, которые всегда выполнят. Вот, но, тем не менее, массовых протестов мы не наблюдаем. Точно так же мы не наблюдали массовых протестов, связанных с отменой закона о домашнем насилии. Хотя все были крайне возмущены, но эти протесты нельзя назвать всероссийскими. Вот, точно так же мы не видим массовых протестов, связанных с, ну, с чем там еще, с детскими садами, например, да, с яслями. Потому что у нас фактически отменены ясли в России. Это тоже такой любопытный казус в 2013 году. Да, получается, парадокс такой. Дело в том, что декретный отпуск формально – это три года, но оплачиваются из них только полтора. И дальше, в принципе, рабочее место сохраняется в течение трех лет, а зарплату свою, ну, просчитанную через вот эти вот все, там, трудовой кодекс, женщина будет получать полтора года. Дальше, по идее, спустя полтора года, когда ребенок исполняется полтора года, она должна выйти на работу для того, чтобы все-таки какую-то зарплату получать. Но проблема в том, что у нас отменены ясли. Вернее, неформально никто ясли не отменял. Но в формулировке закона о предоставлении вот этих вот начальных образовательных услуг эта формулировка была изменена, и оно стало называться… Сейчас я могу точно сказать. Короче, оно стало называться «Оказание каких-то там…» По-моему, «Восмотром». Что? «Присмотром». Нет, там как раз в том-то и дело, что там не присмотр, а там прописано, что это «Оказание образовательных услуг для детей определенного возраста». И какие именно услуги будут оказаны, определяет учредитель этого детского сада. Учредителем детского сада является муниципалитет. И муниципалитет не вписывает, он мог бы, муниципалитет, вписать в эти услуги уход за ребенком, который требуется за ребенком ясельного возраста. Но они этого не делают, потому что это дорого и бессмысленно. И получается так, что в детский сад может попасть ребенок только такой, за которым не надо ухаживать, то есть такой ребенок, который сам ходит в туалет, сам ест ложкой и сам умеет надевать на себя колботки. Ну и понятно, что это уже достаточно большой возраст, это не как на полтора года, скорее всего. Ну, только если бундеркинд какой-то, полтора года уже может сам за собой прибирать. И получается, что вот эти полтора года, они – это дыра просто. Это время, когда женщина не может отдать ребенка в сад, и время, когда она не получает никакой компенсации, формально, она сидит в декрете. И вот эти противоречия, проблема заключается в том, что, говоря о феминистских проблемах, мы очень редко эти противоречия озвучиваем, потому что на самом деле именно в них и заключена проблема вот этой женской политики. Дальше, да, ну и можно говорить о всех остальных, там, об огромном количестве иных, иного рода проблем. Вот. Но дальше происходит такая, ну, как бы такая любопытная вещь, потому что мы сталкиваемся с тем, что называлась дилеммой Мэри Волкинград. Для того, чтобы вписать женщину в политику, да, для того, чтобы дать ей равные, как бы, права, нам необходимо наставить на том, что она должна стать, быть вписанной вот в эту вот мужскую политику, да, в политику лидеров, в политику, ну, да, в политику лидерства, в политику принципа гражданства либеральную, да, которая сильно отличается от социалистической в этом плане политики. Потому что не все, что законно, справедливо. Потому что на самом деле запрет на... Ну, когда мы выходим, например, да, когда женщины выходят и требуют законов каких-то определенных, которые бы защищали их права, они вынуждены воспроизводить вот эту самую либеральную модель. Потому что когда мы требуем законов, да, мы не подвергаем сомнению сам принцип законности. Мы не говорим, ребята, а кто устанавливает эти законы, да. И закон можно придумать абсолютно любой, да. И, собственно, вот эта вот система, она и так и работает, как бы у нас формально, на законодательном уровне права женщин защищены. Потому что все законы формально могут соблюдаться. Все законы о, не знаю, там, декретном отпуске, например, тот закон, который я описал, он формально есть. И формально женщина в политическом процессе учтена, и ее права как бы защищены. Но проблема заключается в том, что сам принцип законности нужно пересматривать на тех основаниях, что законы должны устанавливаться именно нами, а не теми законодательными органами, к которым мы приходим и слезно просим этот закон принять. И, например, сейчас есть большая волна борьбы за принятие закона о домашнем насилии. С одной стороны, это очень хорошо и правильно, потому что нам нужен закон о домашнем насилии. С другой стороны, это попытка вписаться в ту политическую систему, которая есть, а эта политическая система все равно подразумевает систему запретов и разрешений. Запретов и разрешений. Эти запреты и разрешения в любой момент можно изменить так, как это будет удобно этим законодателям. Но что мы видим по поводу примеров солидарности и по поводу примеров всей эмансипации? Есть такой большой давний спор по поводу женской политики, по поводу того, что есть женское, ну, некие изначально присущие женщине свойства или социально присущие женщине свойства. Это мягкость, это способность воспитывать детей, это большая эмпатия, да, большее сочувствие к другим и так далее, и так далее. И очень многие феминистки говорят о том, что давайте перестроим мужскую политику на женскую политику и создадим вот эту вот политику эмпатии, да. И, с одной стороны, это может быть подвергнуто критике в том смысле, что сами понятия мужского и женского, они, ну, как бы, совершенно размытые. Ну, кто такая женщина, да. До какого размера у меня должна быть грудь, чтобы меня признали женщиной, да. А вот если меньше, то уже не женщина, да. Ну, потому что, например, сталкиваясь с критикой, мы можем видеть несостоятельность этой аргументации, да, несостоятельность этого принципа, как бы, природной женщины, когда мы, например, видим комментарии совсем упоротых правых в разных пабликах, да, которые говорят, да ты посмотри на себя, стриженная стерва, да, потому что ты не женщина, потому что ты постриглась, да. Вот, или там, как бы, а вот она не женщина, потому что у нее лишний вес, да, а вот она не женщина, потому что она такая-то ищекает, да. И понятно, что, ну, мы, как бы, уже совершенно невозможно, да, вписаться в эту рамку женщины, потому что все эти представления, они совершенно измышленные, из головы взятые, да, там, как бы, а почему волос, почему там что-то еще, да. Точно так же, как и концепция мужественности, да, она совершенно сконструированная, потому что непонятно, до какого объема бицепса, как бы, с какого объема бицепса начинается мужчина, да, а с какого, как бы, не мужчина, да, вот. Так вот, я к тому, что вот эта вот система, да, женской политики и мужской политики, и попытка создать женскую политику, она, наверное, может не сработать, именно потому что мы навсегда увязнем в определениях того, что такое женское, что такое мужское, и на каком уровне сочувствия начинается уже по-настоящему женское сочувствие, да, на каком уровне сочувствия это все еще бесчувственный мужлан, как бы, да, вот. Но, тем не менее, альтернативой вот этой вот, вот этому противопоставлению женской политики и мужской политики может стать политика демократическая. Политика демократическая не в плане той демократии, которую Дональд Трамп на ракетах посылает во все страны, вот. А в том смысле, что каждый из участников этого политического процесса имеет возможность в него вовлекаться на основании и самостоятельно говорить о восстановлении новых политических правил игры. И это как раз то, видимо, о чем должны говорить социалисты, это то, о чем и говорят социалисты, да. Мы не можем выиграть, наша проблема не в том, что мы не можем выиграть президентские выборы. Наша проблема в том, что сам принцип выборов президента подразумевает элитарность, подразумевает доступность этих выборов только для избранных, да, и подразумевает систему, там, да, дальнейшего капиталистического угнетения. Вот. И то, что мы можем предложить вот этим вот самым женщинам, которые от мужской политики устали, и которые не соглашаются на наше вот это вот либеральное предложение, а давай ты будешь баллотироваться в президенты, и тогда все будет хорошо, да, потому что многие женщины понимают, в чем здесь проблема. Маргарет Тычер была прекрасным, женолюбивым премьер-министром Великобритании, который уничтожил все медицинские страховки для женщин-работницы, лишил их огромного количества рабочих мест, да, вот то, о чем рассказывал Илья, потому что там были не только шахтеры, а там были еще и женщины шахтеры, да. Вот. И в этом смысле как-то не сказать, чтобы ее женский пол ей сильно помогло. Вот. А, да, предлагать вместо вот этого вовлечения женщин в ту политику, которая существует, принцип политики, которая построена на совсем одных основаниях, которая построена на основаниях демократии низовой, в которой равна женщина и мужчина имеют возможность заявлять о том, как нам необходимо эту политическую систему переформатировать. Дальше я, наверное, свою сумбурную речь прекращу, потому что здесь возникает вопрос, а как нам переформатировать эту политическую систему. Но радокс в том, что я не могу ответить на этот вопрос, потому что на этот вопрос мы можем ответить только все вместе, потому что именно этот принцип и подразумевает радикальная демократия. Потому что не может быть эксперта, который говорит, я знаю рецепт, на котором все, в рамках которого все ваши интересы будут учтены, а те люди, которые как раз и должны заявлять о своих интересах, будут при этом молчать и молчать внимать. Но как сделать эту политику такой, это вот сложный вопрос. Тем не менее, это постепенно становится возможным, потому что мы видим примеры очень эмоциональной солидаризации. Недавний нашумевший флешмоб, я не боюсь сказать, скрыл вот этот вот в том числе потенциал солидаризации на новых основаниях, на основаниях возможности говорить вслух о тех вещах, о которых раньше мы говорить не могли. Или, например, другой пример солидарности как раз был связан, ты говорил про мигрантов, мы летом, произошла в Москве трагедия, когда сгорела типография, где работали главным образом мигрантки. И мы в Москве решили организовать возложение цветов. Они все были гражданами Киргизии, гражданками Киргизии, кроме двух, по-моему, две были русскими. Но там, естественно, в новостях написали, в типографии погибли две русские работницы. На самом деле их было 17, и из них была большая часть киргизок. Ну, как обычно. И мы пошли к посольству Киргизии на возложение цветов. И туда же вышли женщины, которые, киргизские, которые пришли тоже солидаризироваться, положить цветы и как-то вырастить там свою скорбь и так далее. И они у нас спрашивают, а вы, мол, пришли, потому что вы как-то связаны с нашей киргизской диаспорой? Мы говорим, нет, мы не связаны с вашей киргизской диаспорой, но просто мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что все погибшие, а мы с девчонками стояли, на то, что все погибшие в этой типографии были женщинами. И они так удивленно на нас посмотрели. И здесь произошла солидаризация не на уровне того, что эти погибшие были работницами, хотя мы и об этом говорили, не на уровне того, что они были киргизскими, а на уровне еще того, что они были женщинами. И здесь вот это пересечение, оно и происходит. И новомодная интерсекциональная теория очень много говорит о теории пересечения угнетений, но, к сожалению, это приобретает свойства, наоборот, разъединительные, когда вместо того, чтобы найти общее основание для угнетения, мы начинаем искать угнетение разных людей друг другом. И нам становится сложно понять, кто из нас более угнетен, потому что, ну, а ты мужчина рабочий, а я женщина рабочий интеллектуального труда, и кто из нас угнетает, кого, да, сложно понять. Вот, потому что как раз из этой теории точно так же исключен старый добрый марксизм, который говорит о том, что все мы угнетены капиталом, на самом деле, в равности. И когда вот это вот всплывает, да, и когда это всплывает даже с разговорами, там, в разговорах с женщинами, они вдруг внезапно обнаруживают, что они действительно угнетены этим капиталом в равной степени, точно так же, как и киргизские работницы, точно так же, как и мужчины. Вы, ну, как бы, иначе по форме, но одинаково по содержанию. И вот этот момент переживания общего горя, да, общего вот этого вот момента угнетения, возможности о нем говорить, она открывает какие-то возможности для, там, освобождения, она открывает возможности. Как этот слышмоп открыл возможности для женщин говорить об этом и, например, открыл возможности для кризисных центров приглашать женщин к себе, да, приглашать женщин помогать заниматься, участвовать в работе этих кризисных центров. Но это маленький пример, да. Точно так же, вот этот вот момент сопереживания и на общих демократических основаниях поиска общих моментов угнетения, он может открыть возможность для какой-то новой демократической политики. Но вот как это произойдет, да, ну, видимо, потом и потом. Спасибо. Спасибо. Кто хочет вопросы задать? У меня, наверное, есть такой вопрос. Я не совсем понимаю, что это не еще дуба, когда еще демократической политики, как я понимаю пространство политического как такового. То, что человеку политическое дано скорее как качество, и когда человек с чем-то сражается против угнетения, он уже политичен, правильно? И женщина, которая сражается против патриархата, она уже обладает качеством человека, который входит в пространство публичного, в пространство политического. То есть ты имеешь в виду политическое как институцию или политическое как качество? Ну, да, я просто запуталась, да, просто надо разделить две разные политики, да. Да, 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 господи, есть это полиция и политика, да. Ну, в этом смысле, да, разделить политику, возможность участия в политике как возможность голосовать за Единую Россию, которая у женщин бесспорно есть, да, или даже возможность баллотироваться в президенты, о которой говорят некоторые феминистки, да, вот, которая у женщин тоже есть и которая не даст ему на самом деле ничего нового. Вот, и политическое, да, как возможность говорить о, возможность бороться за права, но еще как возможность говорить о необходимости перестройки той политической системы, в рамках которой мы существуем, да. То есть это, мне кажется, важный момент, потому что вот здесь вот надо разделить, да, ту политику, в которой мы приходим в Госдуму и приносим законопроект о домашнем насилии, потому что для многих это тоже борьба за права, да, и это именно борьба за права, вот за вот эту вот законность, да, того, что это должно происходить. Ну вот. И борьбы, которая происходит на ином уровне, да, потому что на самом деле для того, чтобы справиться с системой домашнего, да, с проблемой домашнего насилия, недостаточно одного закона, который был бы принят на уровне Государственной Думы. Для этого нужна сама перестройка системы собственности, из-за которой мы вынуждены, например, жить с супругами, которые там нас, ну, не нас, да, но из-за которой женщина вынуждена находиться в экономической зависимости от мужа, от которого она не может уйти, да. Вот. А на нынешнем этапе политического развития мы об этом говорить стесняемся. Ну, не имеем возможности. Вот мы должны говорить, да, входить в это самое пространство политическое именно на уровне пересмотра самых базовых оснований той жизни, в которой мы живем, а не только надстройки над этой жизнью, в которой мы живем. Если мы примем закон о запрете визуальных сексуализированных изображений женщин, проблема не будет решена на таком уровне, да. Проблема должна быть решена на радикальном признании женщины как бы человеком, человеческим существом. Вот это тот уровень требований, с которого мы должны начинать. А очень часто происходит так, что мы начинаем как бы сверху и снизу, и получается там марш в розовых шапочках со Скарли и Йоханс. Ну, как бы это хорошо, но мало. Ну, как-то так, да. Ну, я как бы по арансьеру в этом смысле. Спасибо, очень интересно. Вот эта развилка, которая связана с различными теориями феминизма, и когда мы отрабатываем чужую историю, она чудовищно травматична, потому что мы не можем найти правильные политические программы. И, более того, здесь еще старые левые лозунги, которые выглядят неуместно, да. Вот эта борьба за гендерное равенство, да, там есть проблема. Но это не проблема объединяющей политики, да. Соответственно, а что тогда мы можем диагностировать общество через множество таких темных мест, да. Вот там ясли, аборты, уходы, волонтерские группы, политические активисты, которые занимаются реальной помощью. То есть таких вот мест, оказывается, очень много. Но по преимуществу они женские, потому что общество для того, чтобы выживать вот в этих руйнированных местах, нуждается поддержкой, которая стихийно выдается как бы женской частью. Соответственно, как объединить вот это, в эти, даже все реальные проблемы современного общества, в какую-то политическую программу, которая бы распознавалась, а могла быть программой. То есть, грубо говоря, это переизобретение общества. Так я говорю, из макроэструктуры в микроэструктуру. Соответственно, этому нужно давать какой-то политический нарратив, да. Может быть, воображать это будущее, поддерживать или формировать практически связи между разными волонтерскими группами. Нужно переоценивать труд, нужно перемотивировать труд. Потому что, как сегодня демонстрация, ты ненавидишь не понедельник, а свою работу. Соответственно, работа, которая не имеет ясной цели и смысла, она не переживается как нужная, как политическая. И она отрубает вообще смысл политического действия по отношению к работе. При этом есть огромное количество работы, которая деполитизирована в силу неразвлечения. Если она политизируется, политизируется уход, волонтерские и социальные связи, то тогда это становится политической проблемой. То есть, нам нужно здоровое общество, и нам не нужно бесконечное распроизводство бессмысленного труда. Вот в этом направлении очень интересно, совершенно необходимо думать, потому что мы теряем понимание политического. Сегодня я шла и видела, как маленькие микрогруппы со старыми политическими программами и лозунгами, это все мне напомнило, ну, такая аналогия. Во времена Первого интернационала люди выходят на улицу с лозунгами времен реформаторских войн, то есть на полтора столетия назад. И из этого получаются эти микрополитические симуляции с громкоговорительными песнями. Да, спасибо. Но вообще, вот тут такой любопытный момент, который тоже меня очень беспокоит. Мы, когда говорим о женщинах, у нас есть некое такое очень виртуальное представление о том, что такое женщина. Даже о том, что такое российская женщина. Потому что часто, особенно когда мы читаем какие-то феминистские статьи, да, или какие-то воззвания феминистские, у нас есть очень четкая такая позиция, да, вот некой такой прогрессивной феминистки, которая все знает про объективацию, про гендерный капитал, про, я не знаю, там, апполиционистские разные программы, да, там, как называть правильные, там, секс-работницы или как-то иначе, вот. И такой вот женщины, простой женщины, да, вот, которая вообще просто, она мужа убитая, да, она вот от него не уходит никогда, она трудится на непонятной работе, при этом она тоже имеет свойство такого мифического существа, да, потому что в нашем конструируемом этом образе эти женщины умудряются одновременно бесконечно подпиливать ногти, да, и при этом работать на скучной, неинтересной работе, да, и вот очень непонятно, да, и при этом еще нянчить детей, вот. Понятно, что на самом деле это представление виртуальное, потому что как только мы начинаем с какими-то женщинами говорить, то выясняется, что где-то у нее есть вот это вот темное пятно, и на самом деле мы сами, ну, даже в нашем нарративе, да, даже в наших каких-то статьях, писаниях мы на самом деле принимаем позицию власти, которая пытается нам навязать определенный женский образ, да, позицию идеологии, которая говорит о том, что женщина вот она такая-такая-такая, конформная, с длинными ногтями, там, макияжем и питью детьми, вот. А на самом деле реальные женщины состоят как раз из темных пятен, они состоят из вот этих вот самых противоречий, которых мы никогда до конца, до тех пор, пока мы не начнем с ними, с каждой конкретно общаться, не выцепим наружу, потому что одна с макияжем, а при этом тягает штангу, да, а другая, там, я не знаю, с пятью детьми, а при этом организовала профсоюз у себя на работе, да, и вот на самом деле реальные люди, они созданы именно из этих противоречий. А мы именно за счет того, что у нас очень большой пиетет перед теоретизированием, очень большой пиетет перед такими, как бы, общими философскими конструкциями, мы очень часто упускаем этот момент, и в итоге вот действительно варимся в таком-то своем соку непонятном, и к этому всему приходим. Вот, и мне кажется, что нужно как раз больше обращать внимание на то, что нам кажется флуктуациями, на то, что нам кажется темными пятнами, не то, что нам кажется какими-то вот иррациональными проявлениями, потому что именно из них состоит, на самом деле, реальность политическая, потому что мы все время ищем, мы должны искать дыры и бреши в этой идеологии, а не выстраивать ее радостно, как бы, точно так же, как нам предлагает это делать Владимир Путин, там, с голым торсом на коне, который вот обращается к избирательницам, такой, я крутой. Друзья, значит, ну, мы немножко перебрали лимит, сейчас я, ну, это не к ректору, было очень интересно, как бы, да, предлагаю вообще покупку. Так, что у нас осталось, да, сейчас выступит Дмитрий Ковалев с докладом про труд творческих работников, если не ошибаюсь, а затем приготовится Володя Плотникова, он прочитает интересный очень доклад про ритуальность марксизма в 21 веке, который, если не ошибаюсь, он читал недавно на Пыльной Фесте, с большим успехом. И дальше мы сделаем небольшой перерыв, и вечером у нас будет кинопоказ. Ну, о кинопоказе нам потом расскажет Сергей Финоген. Сейчас тогда Дима. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Дмитрий Ковалев, я из Революционной Рабочей Партии. И хотелось бы рассказать о таком необычном взгляде на критику, так называемого, на критику постиндустриального общества. На что нам постиндустриальное общество говорит? То, что вот смотрите, вот у нас есть замечательный пример, уже даже полулегендарный мифический пример скандинавского вот этого социализма, где есть, так сказать, согласие классов, где капитализм полностью развивает человека, пропадает тяжелый труд, и это, в общем-то, то, что вы хотите. Там сверхуслуг, нет тяжелого труда, нет физического труда, все занимаются творчеством, все занимаются квалифицированным трудом, и проблем нет. И вот достаточно подождать, и это станет во всем мире, и тогда будет нам счастье. Классическая, так сказать, критика концепции постиндустриального общества заключается в том, что мы идем и смотрим статистику. И смотрим, что физический труд у нас по-прежнему преобладает, по-прежнему у нас есть широкая эксплуатация в странах третьего мира, и мы просто видим статистически, что неравенство растет, и все, что нам обещают вот эти буржуазные, капиталистические, постиндустриальные диалетики, это все на самом деле миф. Но здесь в этом вопросе заложен другой еще миф, о том, что при капитализме творческий и квалифицированный работник живет хорошо и не подвергается эксплуатации. Давайте вот мы с вами разберемся. Немного в историю вообще, как возник, и в чем вообще заключается вот этот самый творческий труд, или, скажем так, труд на изобретение чего-то принципиально нового, или же какой-то умственный труд, который может распространить на весь мир. То есть это какие-то художественные произведения, это какие-то научные разработки, это все, что связано с техническими специальностями. То есть это не просто тот труд, который является частью квалифицированного труда, но еще и направлен на открытие чего-то нового. И если мы вспомним, вот есть такой забавный фильм, мне он очень нравится, хотя он нам идеологически чушь, это «Космическая одиссея Кубрика». Ее многие смотрели, и там был такой интересный эпизод, где человек, в общем-то, зарождается, да, вот как творческий человек, да, то есть это обезьяна, которая, прото-человек, который взял палку, он придумал орудие труда, он взял кость, начал все громить, и первое, что он сделал, он пошел в соседнее племя и начал его уничтожать. И они взяли все палки, побили это соседнее племя, и, в общем-то, так развивается человечество. И в этом есть некоторая доля истины, потому что все наше, к сожалению, развитие человечества, это, так сказать, обострение противоречия между физическим и умственным трудом. То есть изначально вообще это проявлялось очень четко, где умственный труд, где творческий труд в 19-17-18 веке был представлен кем? Монахами, какими-то феодалами, дворянами и прочее, прочее, то есть из привилегированных классов могли заниматься творческой деятельностью, в том числе и художественной. То есть это, так сказать, тенденция 17-18, даже 19-го века, где попы, священники, феодалы, они составляли вот этот пласт интеллигенции. Это продиктовано тем, что и вы нигде не увидите среди ученых, в большом массе такой представитель угнетенных классов. Это объясняется и технологией, ну и сегрегации образования, отсутствие каких-то основных прав, свобод. Но 20-й век нас придвинул вперед. Все получили более-менее право на доступное образование, начал появляться всеобщий квалифицированный труд. И здесь сразу же произошли перемены именно к отношению этого труда. Итак, если мы в 19-м веке говорили, что инженер вообще является у нас рабочей эристократией и вообще, говоря, надсмотрщиком, это вот чуть ли не прямая цитата Маркса, то сегодня работники умственного труда начинают резко пролетаризироваться. Они переходят в пласт наемных работников или они переходят в пласт, так сказать, работников с собственными средствами производства, там, красками, всевозможными, там, какими-то ресурсами, да, то есть или там даже компьютер, да, человек становится фрилансером, человек становится писателем, ему не особо нужны какие-то средства производства. Но этих работников, их начинает облеплять всячески, всячески вот эти вот сети капитализма. Это и издательства, которым нужно платить большие проценты, это всевозможные импресарио, агенты. И я думаю, что кто-то вот сталкивался, кто много здесь, наверное, занимается творчеством, да, что пробить себе дорогу к творчеству, не дав кому-то непосредственно на лапу и прочее, практически невозможно. И таким образом мы видим две тенденции, то, что ум... А, и самое главное, самое главное, перед... в 20 веке, перед капитализмом встал вопрос. В общем-то, есть вот этот вот творческий труд, это труд музыкантов, это труд писателей, это труд научных работников. И вот это в 20 веке особенно стала актуальная проблема, а как же с этого труда, в общем-то, что-то поиметь? И именно вот в этот момент и начинает развиваться концепция так называемого авторского права. На самом деле авторское право защищает вовсе не автора, а авторское право позволяет этого автора эксплуатировать, потому что если мы видим, как у нас происходят дела в музыке, в науке, то авторские права принадлежат не авторам, а тех, на кого они работают. И таким образом авторское право превращает трудовую... делает результат творческого труда товаром, вот. И непосредственно уже позволяет, так сказать, пустить по этой цепочке наемных работников. Но на этом даже мало, потому что в сфере вот этого умственного труда происходит тоже международное разделение труда. Например, есть в Китае огромная деревня Дофен. Это такой город-деление, в котором фактически это один огромный завод, в котором производят картины. Идет вот такой конвейер. Один человек всю жизнь рисует глаз у Монализы, левый. Другой человек всю жизнь рисует правый глаз у Монализы. И вот этот конвейер делает у нас большинство вот этих вот копий, массивных копий репродукции. То есть, или же мы возьмем Индию, которая стала... Индию-Китай, которая стала столицей инженерного и программного аутсорсинга, где не нужно высокой квалификации, но нужно очень много такой примитивной деятельности. И таким образом даже не только в обществе происходит вот это обострение противоречий между квалифицированным и неквалифицированным трудом, между творческим и нетворческим трудом. Ну и во всем мире происходят вот эти нарастания противоречий. Как же нам здесь быть? Как же нам здесь быть? Если мы попробуем перенестись назад и посмотреть, откуда вообще вот это понятие само творческий труд идет в марксмейзме, это будет поколение марсистов-шестидесятников. В частности, многие из них до сих пор живы. Это вот по товарищу Гарри, например. Он развивает эту концепцию. Если мы посмотрим еще на современный, да, это новая книга, относительно новая, уже года два, про когнитариат. Который, в принципе, касался проблем вот этих вот свободно занятых творческих людей. И на самом деле здесь вопрос решается, по-моему, таким образом. Когда мы говорим о всеобщем об обществлении производства, да, мы должны, безусловно, говорить и о всеобщем об обществлении, так сказать, творческих вот этих ресурсов. То есть каждый должен свободно записывать музыку, рисовать, издаваться. Каждый должен свободно заниматься наукой и вот этим всем. И это частично было реализовано в Советском Союзе через союзы художников, союзы писателей. И, в общем-то, вот шестидесятники за вот этими союзами, бесконечными, билетатизированными, почему-то видели будущее. Если мы посмотрим на современный марксистский опыт, на современный марксистский анализ, он частично соприкасается с такой наивной точкой зрения, и они приходят, в общем-то, к одному результату. Что решение проблем эксплуатации творческого и умственного вообще в целом труда лежит вот в какой плоскости. Нам необходим базовый доход, стандартный, безусловный доход. Для того, чтобы каждый человек мог заниматься творческой деятельностью, свободно, науку это будет двигать очень страну вперед. И для преодоления противоречий с тяжелым физическим трудом, возможно, какая-то тяжелая физическая нагрузка должна распределяться на всех членов общества, вплоть до, пока не воцарится полная автоматизация. И вот такая простая формула, выведена уже во многих социал-демократических изданиях, и я считаю, что эта формула не просто является прогрессивным для всего человечества и двигает нас вперед к социальным преобразованиям, а эта формула еще по-настоящему способна освободить наш творческий потенциал, чтобы мы все занимались творчеством без всяких привязок к союзам художников, писателей и возможностей идеологического кого-то контроля. Вот, наверное, о чем я хотел сказать, и, наверное, обо всем этом сказал. Да. Такой коротенький доклад. Если какие-то вопросы будут, да. Вопрос сразу. Дим, смотри, ты говоришь, что концепция постиндустриализма, она либерально-контрреволюционная и так далее и тому подобное. Я с этим согласен. Но ты говоришь, для того, чтобы опровергнуть постиндустриализм, надо просто взять и посмотреть статистику. Правильно я тебя понял? Ну, это не просто посмотреть статистику. Я сказал, что есть вот путь, который нам говорит о том, что мы, на самом деле, постиндустриализм нас обманывает, когда нам говорит, что общество вот в развитых странах развивается, да. А в третьем мире оно просто недоразвита, поэтому оно еще не достигло постиндустриализма. И постиндустриализм вот этой концепции говорит, что вот давайте подождем, и все достигнут этого блага. Не понимая, что Запад существует за счет Востока. То есть они разделяют Запад и Восток, говорят, в Западе хорошо, на Востоке плохо. Но не все, так вот, постиндустриалисты говорят. Но у меня есть левые постиндустриалисты, негри и хард, которые говорят, что постиндустриальная экономика или производство объектов является сейчас ключевым сектором экономики. Точно так же, как в середине 19 века, во время человечества Маркса Энгельса, причем сектором экономики, была тяжелая промышленность, которая в тот момент занимала ничтожный процент от общей доли мировой экономики. И на самом деле человечество жило за счет аграрного труда. И более того, самая разнообразная статистика говорит, что до сих пор люди преимущественно во всем мире, люди заняты в аграрном секторе. Я не критикую концепцию постиндустриального общества о том, что у нас происходят сдвиги в разделении труда. Я критикую концепцию постиндустриального общества, что где-то становится уже хорошо, и нам нужно идти по пути капитализма, и тогда все будет хорошо. Так а есть и левые? Нет, я с этим не спорю. Почему не спорю? А я вот именно... Ну, можно исходить из того, какое действительно, какая сфера производства остается критически значимой. На мой взгляд, надо исходить просто из этого, да. Ну, если говоришь сторонникам постиндустриализма, давайте... Ну, когда я говорил о статистике, я об этом и говорил, да. То есть мы должны посмотреть, что вообще происходит в производстве. Пану, какие-то критические комментарии? Угу. Да, но ведь, в смысле, левеновские страны достигли уровня, трудно сопоставимо с тем же российским. Экономическое и социальное развитие... Я был дважды в Швеции. Последняя моя поездка в Швеции, как раз, была посвящена очень гендерного вопроса. Да. И на европейском социальном форуме принимала участие в Мальме. И я могу сказать, что просто, ну, в России нам представится так. В Швеции что происходит? В Швеции развивалась, во-первых, там было социал-демократическое правительство, которое в себе почему-то, ну, так вот, к слову сказать, и сочетало единические традиции вплоть до 90-х годов. Ну, да ладно. В Швеции было что? В Швеции развивалась, как ни странно, в конкуренции с Советским Союзом. Она перенимала опыт. В Швеции внедрялись вот эти вот плановые какие-то механизмы. Мне очень нравится, там у них есть институт культуры и быта, который занимается разработкой научной системы быта. Но сейчас что происходит в Швеции? Я вот тоже в ней был, тоже общался с людьми. Там происходит, во-первых, резкий рост неравенства. В Швеции один из самых высоких уровней жизни, но при этом еще и один из самых высоких уровней неравенства. И в Швеции происходит то, что люди очень подвержены вот этим капиталистическим, так сказать, ну, вещам, как общество потребления. То есть это люди, которые тратят очень много денег, они тратят их, так сказать, в ущерб себе, вращая их вот вокруг этой системы, да. Ну и плюс ко всему, мы не должны забивать, что следствием этого всего приводит к тому, что Швеция по всем странам, ну, скандинавские страны резко лидируют по количеству суицидов. То есть, как вот ни странно. Еще не странно. Да, 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 да. То есть, как бы, прирушении, прирушении советской, советской системы, вот этой конкуренции перестало, и Швеция, к сожалению, тоже валится сейчас в этот оботрыв. Ну, историю Швеции стало демократическим, что Швеция вообще особо, да? Ну, да. Я говорю о том, что очень тяжело сопоставлять Россию. Вот, для речи культуры потребительства. Ведь в России же она принимает форму маниакальности. Да, да, да. Маниакальности. В Швеции я такого не видел. Это ладно, это же особо. Да, друзья. В Швеции едешь по дороге, да, в автобусе, выходишь в кафе придорожный, чтобы перекусить, да? И там бесплатно хлеб и салат. А все остальное стоит по 20. Ребята, давайте, значит, смотрите, у меня был небольшой вопрос. Я понимаю, что здесь мы селим уже довольно долго, и многие устали. Но я предлагаю сейчас не устраивать перерыв, тем более, что хочет покурить, могут выйти и вернуться. Давайте пятиминутный перерыв. Пятиминутный перерыв, после чего Владимир Плотников сделает нам еще один доклад, и дальше будет кино. Все собрались, да? Здравствуйте все. И сейчас я прочитаю еще один небольшой доклад о марксизме. Этот доклад я должен был изначально читать на пульник Вести, я его там прочитал. Но из-за структуры, вообще пространства, помещения, где все это происходило, доклад привлек внимание только небольшие группы неонацистов. Все остальные люди задавали такие вопросы. Что вы вообще, извините, я сессию еще не сдал, вы мне про историю опять рассказываете. Вот примерно так говорят, говорили. Соответственно, сейчас немного поговорим, мы подискутируем, и мы будем смотреть фильм про зону, где дальше. Доклад называется «Реактуализация марксизма». Собственно, он содержит такие общие места, как то становление марксистского учения в XIX веке, возникновение общества советского типа, развитие и возникновение социально-политических практик левых, лево-радикальных на Западе. Но, в общем-то, все эти вещи вы знаете и без меня, а многие знают лучше меня. Поэтому я ограничусь такими некоторыми тезисами, по мотивам которых будет написана моя статья. А частично эти тезисы содержатся в предисловии Алексея Цветкова к новому изданию «Капитала». Скоро издание выйдет, и вы сможете ознакомиться с этими текстами. Собственно, мой тезис состоит в том, что для переоткрытия марксизма на новом этапе нужно уйти от дихотомии раннего Маркса и позднего Маркса, на котором неоднократно ссылается слава «Жижик», говоря о том, что главной философской интеллектуальной оппозицией XX века является оппозиция Лукача и Альтюсера. На мой взгляд, надо открыть нового раннего Маркса, второй слой текстов раннего Маркса, в частности, немецкую идеологию, для того, чтобы лучше понять суть марксизма и, в частности, понятие производства, которое является, на мой взгляд, ключевым и кардинально значимым для всего марксизма и для всего социализма вообще. В немецкой идеологии Маркс говорит о производстве, как о воспроизводстве человеком самого себя. Он говорит о материальном производстве и о духовном производстве. Слово «духовный», конечно, сейчас у нас всех вызывает такую легкую аллергию, уже такой небольшой такой рвотный позыв у всех, но в середине и первой половине XIX века это было нормально. И в дальнейшем те философы, которые, или те мыслители, скорее, которые работали по структуралистской традиции, они, по сути, разрабатывали именно вот это направление, которое я бы назвал производственной субъективностью. Впоследствии критика марксизма шла именно по этой линии, когда говорили, ну, марксизм — это просто об экономике. Вот марксизм — это об экономике, это просто о том, сколько паек риса, сколько булок хлеба производится за час, и, соответственно, сколько надо булок отобрать у буржуя, и сколько надо булок передать рабочему и так далее. Например, то, что касается сексуальности, или то, что касается познания, или то, что касается, положено, каких-то бытовых практик, это совсем не к марксизму, а к чему-то иному. Вот, на мой взгляд, это совсем не так, и как раз ядро, понесейное ядро марксизма, оно тесным образом связано с производством субъективности. Это один момент. Второй момент — это идея развития, которая содержится в марксизме. Собственно, все вы знаете, что Маркс исходил из, опирался во много на гегелевскую философию, и, в отличие от Ретуссера, я думаю, что об этом надо говорить четко и однозначно, и для того, чтобы понять, как говорил Ленин, невозможно понять первый тон капитала, не проштудировав та да я науку логики. Особенно первую главу, кажется, так ли. Таким образом звучит высказывание. Соответственно, в конце XX века происходит упадок марксизма. Неудобно читать, буду читать, наверное, по памяти, на мозги буду ориентироваться. В конце XX века происходит настоящий упадок марксизма. Он, соответственно, является, наверное, не следствием, а он происходил синхронно с социальной реакцией во всем мире. То есть на Западе происходит наступление неолиберализма. Советский Союз постепенно рушится, разрушается, распадается на плесень и липовый мед. И, соответственно, похожие процессы, в чем-то похожие, в чем-то не похожие, происходят на уровне, выражаясь марксистским языком, надстройки. Я бы обозначил здесь две кардинально важные работы. Это текст Жана Франсуа Леоттера «Условия постмодерна» 1979 года. И текст Фрэнсиса Фукуямы «Последний человек», господи, как называется, по-схем-то? Сейчас расскажу. Пойдемте, пожалуйста, познайте на взрослые и вернусь, чтобы тебе было удобнее, дома не мере всех. Ну, в общем, все поняли. Конец истории, 1992 год. Уже Рамон, все в порядке. Можешь ни себя не утруждать. Нет-нет, все хорошо. Соответственно, критично важным здесь является текст Леоттера, который провозгласил эру конца больших историй. Под большими историями или под метанарративами он имел в виду концепции, которые способны претендовать на описание преобразования общества в целом. Которые могут претендовать на глобальное описание культуры, культуры вообще. И здесь он, конечно, опирался на печальный опыт тоталитарных обществ, да, и печальный опыт тоталитарных идеологий, сталинизма и фашизма, когда подобные идеологии просто становились тотальными и по-другому думать было нельзя. Если ты думал как-то по-другому, то ты объявлялся троцкистом, педерастом, фашистом или, наоборот, каким-нибудь врагом, да, изгонялся и так далее. И Леотар, бывший вообще троцкист, он считал, что надо вообще отказаться от глобальных попыток описать мир в целом для того, чтобы сохранить возможность для человеческого субъекта быть свободным. То есть, якобы, если мы не откажемся от таких вот этих великих теорий, то мы вообще рано или поздно соскользнем в тоталитаризм. Как бы мы не пытались красиво придумывать, какие бы красивые гипотезы мы не придумали, какие бы не придумывали бы, какие бы замечательные благей намерения не стояли бы за нашими поступками. В то же самое время Леотар и ряд других философов этой эпохи атакуют понятие объективности и совершенно справедливо указывая на огромное количество новейших антропологических учений, о том, что вообще даже естественно научные построения опираются на позицию субъекта, и что позицию субъекта совершенно невозможно игнорировать. Вот философка Юлия Кристева, она придумала термин «объективность» с буквой «А», для того, чтобы подчеркнуть не объективистскую, не субъективистскую позицию познающего субъекта. И, на мой взгляд, это, знаете, очень каверзная, очень коварная история. Собственно говоря, вот этот абсолютно свободный субъект, он предстоит быть действующим субъектом. Вот. И сейчас все направление вообще социально-политической практики и мысли в том числе направлено на то, чтобы выкристаллизовать новую объективность, чтобы вернуть объективности прежний статус, но на новом витке. То есть, по сути, все эти большие истории никуда не девались, да, все люди действуют и все люди живут в соответствии с какими-то теориями. Для кого-то это православие, для кого-то это национализм, для кого-то это что-то еще. Вот. Но какие-то отдельные люди делают вид, что мы можем от этого уйти. Нет, от этого мы уйти не можем, да. Но вопрос, каким образом можно оставаться честным, познающим человеком в этой ситуации, после всего того, что сказал Леотаро. Вот, на мой взгляд, это возможно сделать только через призму марксизма. И это не, вы знаете, не сектантская позиция, что только марксизм, только хардкор, и если не марксизм, то только оппортунизм и ревизионизм. А, на мой взгляд, это действительно единственно возможный мировоззренческий ход. И я пришел к левым взглядам и к марксистским убеждениям именно таким путем. То есть, сейчас я вот эти вещи только начинаю для себя формулировать. И без, например, обращения к такой работе, как антидюринг, невозможно ничего поделать с тезисами Леотаро. То есть, мы всегда будем напарываться на... Пытаясь сформулировать какую-то глобальную политическую стратегию, мы всегда будем напарываться на леотаризм, который говорит, а вы просто все хотите, опять вы хотите построить для всех ГУЛАГ, грубо говоря. Я бы немного, скажем так, связал бы вот эту историю чисто когнитивно-эпистемологическую с реальной мировой историей. На мой взгляд, это все, опять же, синхронные, во многом связанные процессы. В 2008 году, как вы знаете, произошел глобальный экономический кризис. И, на мой взгляд, если принято отсчитывать новейшую историю от Октябрьской революции, то от глобального экономического кризиса надо отслеживать сверхновую историю. И Арабская весна, которая началась в 2010 году, это такой жирный и восклицательный знак, который подчеркивает, что начался качественно иной этап. И вообще человечество входит в полосу каких-то жестких потрясений, изменений, очевидно, через какое-то время от того, что мы считали, например, искусством, ну, мало что останется. Или от того, что мы считали философией, не останется вообще ничего. И в данной ситуации обращение к марксизму, опять же, в том русле, в котором я упомянул, является жизненно важным просто для выживания наших мозгов, потому что иначе совершенно никак. Собственно, эту ситуацию описал Ален Бадью в своей брошюре, что именует имя Саркази. И я бы продолжил его мысли и сказал бы, что... Он там говорит о том, что мы входим в такую новую эпоху, но мы не понимаем, что с ней делать. Вот на мой взгляд, это Бадью куда-то входит нечто, с чем он не знает, что поделать. Я бы назвал это нечто тупиком. Вот такая череда тупиков, она характеризует современное положение человечества. И именно марксизм позволяет увидеть вот эти тупики по-новому и сменить маршрут. То есть, когда я говорю тупик, я имею в виду, что есть возможность вообще поменять направление движения. А вовсе не то, что возможность двигаться утрачено. Вот я бы несколько таких тупиков обозначил. Это тупик экономики, то есть понятно, что рыночная экономика продолжает порождать кризисы. Это тупик прогресса, то есть технологическое развитие человечества внезапно стало позволять огромное количество вещей. А с другой стороны, стали очевидны социальные антагонизмы, которые препятствуют технологическому развитию. Ну вот, например, происходит глобальное потепление, сжигается органическое топливо и в воздух выбрасывается огромное количество углекислого газа. И, соответственно, по самым скромным подсчетам, к концу 21 века, это самые скромные прогнозы, уровень моря повысится примерно на полметра. Это будет означать гибель большого количества прибрежных городов, уничтожение целых островных государств. А по нескромным подсчетам на 5 метров повысится. Это значит, что на месте Петербурга будет море. Но каким образом вообще этому противостоять? То есть, очевидно, надо развивать альтернативные источники топлива и энергии. Но тут же мы напарываемся на интересы корпораций, которые блокируют эти усилия. С одной стороны, а с другой стороны, мы имеем дело с нехваткой бюджетных денег, которые должны бы идти на нужные фундаментальные науки. Ну и надо назвать, конечно, тупик демократии, тупик войны. Ну понятно, что такое. То есть, войны продолжают идти, продолжают происходить. И в мире продолжает существовать огромное количество авторитарных режимов. И очень важный момент – это тупик традиции. Потому что, по моему мнению, человечество сейчас переживает взлет традиционализма. На мой взгляд, это совершенно невиданный такой взлет. Если мы посмотрим на постсоветские государства, они все будут традиционалистами. Доминирующая идеология будет традиционалистской. А в ряде регионов мира традиционализм принимает очень агрессивные фашистующие формы. Вот, пожалуйста, яркий пример – это исламское государство. Можем ли мы этому противопоставить умеренный либерализм, на который в конечном итоге ссылается леотар? На мой взгляд, это тупик. То есть, никакой либерализм, поднимающему голову традиционализму, противостоять не может. Ему только бомбы могут противостоять, которые, падая на голову людей, разжигают традиционалистские настроения еще больше. И самое важное, на мой взгляд, для меня, как для марксиста, это тупик идентичности. Собственно, большое количество групп, на которых разделено общество, в том числе в русле левой традиции, активно боролись и борются за свои интересы. То есть, это частично группы угнетенные, частично группы угнетающие, прогрессивные, реакционные и так далее. Но постепенно, например, западное культурное поле превращается в пространство битвы, когда разные группы совершенно не могут найти каких-то точек соприкосновения. Или отсутствие этих точек соприкосновения, вакуум между этими группами служит совершенно корыстным целям разных мерзких людей, олигархов и так далее. Ну, яркий пример это индейцы Канады. Собственно, канадское правительство сейчас мало что делает для поддержания высокого уровня жизни на территориях, где живут индейцы. Но, тем не менее, большое количество мероприятий именно в русле поддержания культуры идентичности производится. То есть, всякие праздники индейские, то есть, они выступают с трубками, курят, поют, пляшут и так далее. И, соответственно, канадское правительство говорит, ну, вот видите, все хорошо, мы можем урезать социальные выплаты еще больше. Ну, и самый важный момент, на мой взгляд, который надо констатировать в этом русле, и это совершенно марксистский вывод состоит в том, что всемирная история состоялась. Для, например, философа Бальтера Бениамина это было еще не очевидно. А после Бениамина большое количество людей говорило о том, что имеет, так сказать, должна существовать какая-то локальная рациональность, локальный тип психики. Например, есть глобальная культура европейская, да, а есть, предположим, африканская душа, которую европейская душа просто так вообще познать не может, а она с ней общается на языке вообще войны, агрессии, да, и она может, соответственно, ее уничтожить, и вот эта африканская душа должна сопротивляться. Часть левых историков в конце XX века говорили, что нужна отдельная африканская история, да, или должна существовать китайская история по аналогии с европейской, и она должна структурироваться на совершенно особенных началах. Вот, на мой взгляд, важным является понимание того, что и всемирная история состоялась, ее уже не открутить назад. Да, действительно, все это было в какой-то момент основано и до сих пор, собственно, основывается на насилии, на подавлении, на подчинении, но прокрутить вот этот процесс унификации истории уже невозможно, да, человеческая культура уже унифицирована, никакой индийской или африканской рациональности уже не создать все, да, в Индии капитализм, и, в общем, такое, вполне бы право-либеральное культурное пространство. Вот, вот примерно и все. Такова суть моего доклада. Что такое традиционистская идеология? Пробесни, пожалуйста. Это, как сказать, это... Давайте вы обратите внимание на то, что... А, ну, посначала Юрий Юрхман звонил, но там... Можно околоку кто-то что? Давайте кто-нибудь дать, я буду доверивать, потому что объектом неудобно так делать. Да, я тут... Да, да, да. Вот потом... Да, давай. Есть такие два вопроса, да? Это, как, по-двоему, современный марксизм должен отвечать на следующие два противоречия. Первое, то, что идеологизация марксизма в советской эпохе, да, то есть она контролировала полностью науку, да, в том числе как естественную, так и социальную. С другой стороны, если мы видим современную социальную науку, то это она полностью переполнена позитивизмом. Вот, соответственно, как выбирать вот эту золотую середину между двумя этими вещами? И второй сразу вопрос, это как выбирать золотую середину между всеобщей тотальной классовой борьбой и борьбой за права идентичности некоторой? То есть это тоже вот такие два вопроса, на которые, будет интересно, твое мнение было бы услышать. Окей. Сразу скажу, что на второй вопрос у меня ответа нет, я не знаю. Это объект очень сложных изысканий и, наверное, не исключительно академических исследований, а, наверное, десятилетий практики какой-то, да, то есть это вопрос сейчас сложнейший. Что касается первого вопроса, то я бы не назвал, не стал бы называть марксизмом то, что идеализировалось в Советском Союзе. Вот здесь надо вообще... Идеологизировать. Идеологизировать, да. То есть вообще понимать, что такое не все то марксизм, что марксизмом называется, да, и марксизм это же определенный строй мысли, да, и если мы возьмем, предположим, любое выступление Зюганова, то до сих пор, невзирая на поздравления с Пасхой и русскую весну, там будет все, у нас все присутствовать, там будет ошмете марксистской риторики. И вот я бы сказал, что то, что идеологизировалось в Советском Союзе, было именно марксистской риторикой. То есть, ну вот как по классике жанра, как, господи, редиска, внутри белая, снаружи красная. Вот где-то так. И так что, на мой взгляд, я ответил на вопрос? Нет, а вот что касается отношения марксизма к современной науке и вообще, как мы должны с ней построить какой-то диалог, то есть, вот сказать... А что-то насчет по наукой физику, химию, да? Нет, нет, мы имеем в виду социальные науки, да. То есть, вот может, у нас большой класс наук, он развивается, как бы, вот в этом позитивистском русле. И как вы, вы должны сказать, вот, вот, как бы, вот, как это все, как бы, позитивизм, нет, это все буржуазная ересь. Или вот как строить диалог вот с этим чем? Вот развитие наук в позитивистском русле, это очень, на самом деле, очень жесткое обобщение. Я не знаю, развивается ли в позитивистском русле, предположим, литература ведения. Или развивается ли в позитивистском русле, предположим, физика. То есть, эти области знания развиваются в соответствии со своей внутренней логикой. И чем этой внутренней логики больше, которая продиктована специфика их объекта, тем лучше, да. И, соответственно, марксизм занимается теми вещами, да, которыми он изначально и должен заниматься. То есть, это обществом, культурой, там, и так далее, и так далее. Вот, а говорить о том, что, предположим, ну, я не знаю, какие существуют науки. Но финноугроведение, да, оно в позитивистском русле развивается или нет? Да, черт его знает, я не знаю, да, вот ученые ездят, собирают материал всякий разный. Да, они, в общем, занимаются чем надо, дайте им денег просто, еще и влечу. То есть, мы должны действительно объявить смерть философии, да, и сказать, что марксизм занимается вот этим, вот этим, вот этим, да. А вот эта всеобъявлющая тотальная философия, где все должно быть по диамату во всех науках, вот это вот, мы должны как бы от этого отойти. Ой, насчет вообще понятия философии, все очень сложно, и объявить смерть философии несколько преждевременно, я бы сказал, да. То есть, надо сначала ее как-то изжить для начала, похоже, что очень далеко до этого. И, соответственно, ну да, тотальный диамат это, ну, суррогат религии. Валентина, да? Да, я бы вопрос, то есть, доклад называется «Реактуализация марксизма», правильно? Вот, то есть, ты в докладе поставил несколько, ну, вот, кризисов, обозначил, рассказал, что они собой значат. И, то есть, реактуализированный марксизм ты здесь видишь для выявления этой самой проблематики, правильно? То есть, как бы, вот это эпистемологическое поле назначаешь, ну, вскрываешь, грубо говоря, самое поле феноменов, но, как бы, а что с ними делать? То есть, марксизм здесь только, получается, выполняет роль критической теории, правильно? Да. И все. То есть, марксизм всегда выполнял роль критической теории, а что он еще может выполнять? Марксизм — это реакция на происходящее, только в отличие от других институтов, например, или направлений культуры. Марксизм это рефлексирует и дает себе в этом отчет, да? То есть, это, так сказать, и реактивное образование в том смысле, что мы понимаем, что первичен общественный процесс сам по себе, да? А не какие-то великие идеи, которые, ну, вот они великие и прекрасные, и все в соответствии с ними должно идти. Да, марксизм — это один из способов давать ответы на вызовы истории, не более того. Так, по-моему, выяснили, да? По-моему, ты... По-моему, ты... Вот и нет, потом и все нет. А, еще нет. Тогда давай, Григорь. Спасибо за доклад. У меня очень простой вопрос, насколько вы узнали. Мне кажется, что довольно простой виду по постановке, но, может быть, не очень простой из точки зрения ответа. Как бы мы ни оценивали марксизм сегодня, да, как некую философию, как критическую теорию, мы можем соретись, наверное, в том, что, так или иначе, марксизм на уровне риторики или понятийного аппарата, он, так или иначе, претендует на роль, а роль такого мета-дискурса, который позволяет аккумулировать, анализировать, отсеивать, просеивать и так далее, и множество других дискурсов. И в связи с затронутой тобой темой традиционализма здесь возникает такая классическая проблема, да, связанная вот с пониманием, вот с бытованием в социальных классовских науках, да, понятие подозрения. И, скажем, при анализе современных каких-то неотрадиционалистских поворотов в самых разных приложениях всегда борются между собой две тенденции. С одной стороны, да, одни говорят, словно говоря, что у нас действительно идет подъем или какое-то восстание из мертвых, да, каких-то традиционных форм общественных отношений. С другой стороны, всегда при анализе, скажем, каких-то радикальных движений, да, есть там контр-дискурс, да, дискурс, связанный с подозрением, да, с тем, что вот никакие это не традиционалисты. Посмотрите, там, у них, там, и уши у них холодные, да, там, и айфон у них в кармане, и преследуют они, там, экономические какие-то цели. И вот, посмотрите, там, никаких, там, страшных каких-то мусульманских пророков в рядах запрещенных организаций нет, а это какие-нибудь там офицеры садамовского генштаба, которые, там, сначала присягали одним, потом им стало выгодно контролировать часть нефтяного рынка, они его оттяпали, под это дело понабрали фанатиков, которые взрывают друг друга. Но, таким образом, здесь возникает определенного рода парадокс, особенно, который может быть более разрешим именно в рамках какой-то академической дискуссии, да, но ведь его нужно всегда объяснять при, да, каком-то публичном обращении марксизма, да, и в практике. Парадокс связанный с тем, что, с одной стороны, марксизм провоцирует, да, на это методискурсивное критическое осмысление, да, на выбивание некой такой метафизической почвы из-под ног, да, у любого рода идеологии. С другой стороны, мы сошлись на том, что именно марксизм возвращает ощущение всеобщей истории и возвращает, да, ощущение способности ее творить и воздействовать на нее. Вот, ощущаешь ли ты этот парадокс, и как ты для себя отвечаешь на этот вопрос? А парадокс в чем, вот еще раз? Ну, с одной, или противоречия, связанные с одной стороны, мы с тем, что мы возвращаем историю, да, с другой стороны, мы, скажем так, в то же самое время за счет методискурсивного потенциала марксизма, мы как бы лишаем целый ряд, скажем, традиционалистских, допустим, движений, да, или даже либеральных, которые сейчас очень и тоже активно продвигают идею, что вот там, что либерализм, что новый взгляд на рынок, взгляд на рынок нового поколения, там, условно говоря, там, Илона Маска, да, это возвращает нам ощущение истории, это продвигает нас в будущее, уже безо всякой, там, какой-либо идеологической шелухи. Так, и марксизм, просто я не очень могу, в общем, получается, уловить суть вопроса, и марксизм, методискурсивностью своей, лишает либеральные вот эти тренды чего-то, да? Ну, да, то есть, как бы, он, с одной стороны, получается, что мы разоблачаем какие-то течения, которые претендуют сами на статус течений, возвращающих чувства истории, а с другой стороны, мы говорим, что марксизм сам возвращает чувства истории. Нет, ну, конечно, сейчас на практике происходит прямо противоположное, да, как бы, вот, у методискурсивности пока что марксизм не наделен, и как раз, собственно, либеральные течения именно у него эту методискурсивность экспроприируют, да. Но я не вижу вот этой глобальной истории в либеральных культурных направлениях. То есть, это не глобальная история, а скорее какой-то отказ от знания. Ну, то, что, собственно, называл Фукуняма концом истории, то есть, прекращение мышления, то есть, мы просто констатируем то, что всех спасет свободный рынок, и все. Да, то есть, как это у Жижика было построено в Тибете Диснейленд, то есть, в этом заключается религиозная терпимость. Я хотел бы спросить, вот ты сказал в самом начале про метанарратив. Метанарратив – это все-таки нечто гораздо большее, чем просто реакция на происходящее. Метанарратив – это некое фундаментальное представление о том, что, с какой стороны мир, что такое человек, почему мы идем. При этом, потом ты говоришь о том, что марксизм является не более, чем в реакции на происходящее. Да. Что тогда метанарратив? Собственно, любая теория, которая претендует на объяснение общественного устройства. Да, ну, такая, и какая же она должна быть? Да любая, она, пожалуйста, книга «Леотара» – это тоже вполне себе метанарратив, только он против метанарратива. Нет, ну, это как бы, не скажу, да. А что тогда не метанарратив? Леотара – это глобальный проект, в котором, как бы, мы все согласны с некой идеей, в коей месте, в коей месте, или, или мы не иудеи, да. В которой мы как бы все вместе все что-то строим. «Леотар же» говорит о том, что мы все индивиды. и о том, что эта общая идея, она будет как бы нашу индивидуальную свободу подавлять. Поэтому, наоборот, это анти-мета-нарративные идеи. Нет, вот этих мета-нарративов, их не избежать. Просто то, что говорит Леотар, это такая грязная уловка. Это неправда просто то, что он говорит. — Так, а у кого ещё вопрос? — Юра, Юра, Юра хотела. — Википедик посмотришь. — Ещё вопрос. — На самом деле вопросов много, но хотя бы двумя. Во-первых, что такое, то есть сами традиционалистские идеологии, что-то примеры какие-то, да? И, во-вторых, реактуризация марксизма. Я вообще-то так ответил, что я не слышал. В чём это реактуализация? В культуру перешёл? В чём реактуализация? — Ну, честно говоря, могу тебе скинуть ещё раз текст. Если мне, наверное, плохо получилось озвучить мысль, увы. Что касается традиционалистских идеологий, любая-любая современная религиозная фундаменталистская. Если исламское государство, пожалуйста, взять любое националистическое объединение в России. — Православие. — Украина. — Да-да-да. — Православие Украины раздаётся. — Соборная Украина. — Товарищи, давайте, да. Уже... — Есть ещё у кого-то конструктивные вопросы? — Да. — Я бы вот клятара защитил. Потому что речь у него идёт не об отказе критики и анализа мышления, а об отказе линейного конструирования истории. Соответственно, что вместо этого встаёт? Ну, иногда в теории это называют наблюдением над индивидателем, эпистемологическая диспозиция, да? То есть он увидел, что и критические теории, и конструктивные дальше будут работать уже не в линейном стиле, а как бы производя не горизонт будущее, а выворачивая его внутри, собственно, социального поля. И поэтому Леотар оказался довольно интересной политической теорией. То есть это теория, которая актуализирует практики. Бытовые, повседневные, репрессивные и так далее. — Помимо нелинейности там много ещё чего. Я Леотару упомянул в контексте другой большой темы. Там ещё у него же речь идёт о языковых играх, которые легитимируют сами себя. То есть это ещё одно такое очень большое поле для дискуссий. Но нелинейность истории — это отличная идея. Но мне кажется, что отрицание метанарративов вовсе не к отрицанию линейности сводится. Там в другом штуке всё-таки. — Тогда вот ещё вопрос. Проявилось два варианта. Как бы, условно говоря, позитивистский, который говорит, что есть то, что есть — это так и должно быть. И условно марксистский, который говорит, что всё меняется, движется в каком-то... Что история должна меняться. И, соответственно, это не совсем позитивистский марксистский. Марксистский предлагает ещё и саму механику операций, которыми история меняется. И вот, может быть, ценность в том, что марксистские операции нужно пересмотреть, часть из них совершенно необходимо работает. А часть, в виде классовых жёстких различий, перестаёт работать. И вот тут, оказывается, очень сложные дилеммы, да, левые мысли. Потому что при пересборке вещей, этих операций, какие-то, оказывается, ну, идеологически для нас уже как-то необходимы. А что, знаете, что придёт после отказа от класса библиотеки? Переизобретение общества, да? На уровне каких социальных жёстей? Это вопрос или... Нет, ну, это... Я пытаюсь понять дальнейшую логику. Потому что инновация марксизма – это очень интересная цель. Ну, а коммуниторическая линия мыслей тоже, что с ними будет? Да, какие-то вещи должны быть переизобретены, переоткрыты, переосмыслены тут. Не поспоришь. Давайте...